Монро, Роберт Аллан. Путешествие вне тела. Шестнадцатое. Предварительное упражнение. Как я не раз уже подчеркивал, единственный способ в полной мере оценить реальность второго тела и второго состояния – испытать их самому. Судя по тому, что данный феномен встречается нечасто, дело это непростое, подозревая, что лишь врожденная любознательность в состоянии побудить людей приложить усилия для преодоления препятствий, стоящих на пути к достижению этой цели. Хотя самих по себе случаев пребывания вне физического тела известно много, большинство из них, по крайней мере на Западе, имеет спонтанный, одноразовый характер и обусловлено либо стрессом, либо физическим заболеванием. Я же веду речь совсем о другом, о феномене, поддающемся объективному исследованию, когда экспериментатор действует таким образом, что имеет возможность, пусть и не каждый раз, но все же, достаточно часто, получать устойчиво повторяющиеся результаты. Полагаю, что при достаточно сильном желании побывать во втором теле способен каждый. Следует ли каждому стремиться к этому? Судить не берусь. Наблюдения привели меня к выводу. Если не все, то большинство людей в той или иной степени покидают свои физические тела во время сна. Познакомившись же со специальной литературой, я узнал, что человечеству это известно уже на протяжении тысяч лет. Нет. Обстоятельство весьма важное, ибо оно свидетельствует о том, что данное состояние естественно. Вместе с тем сознательное произвольное отделение от физического тела, если судить по имеющимся в нашем распоряжении ограниченным данным, не согласуется с такой моделью. Физически вредных последствий такой практики не обнаружено. Каких-либо физиологических изменений, как положительных, так и отрицательных, непосредственно вызванных ВТО, установить ни мне, ни врачам также не удалось. Что же касается изменений психологического характера, то их много. Некоторые из них ощущаются, но, вероятно, еще больше таких, о которых я просто не знаю. Как бы то ни было, даже мои друзья из числа профессиональных психиатров не считают эти изменения угрожающими моему психическому здоровью. Постепенный пересмотр мною своих взглядов в фундаментальных представлениях можно отчетливо проследить, знакомясь с этой книгой. Если перемены в моей психологии и личности и несут в себя какую-нибудь угрозу, то что-либо поправить здесь вряд ли уже возможно. Хочу предупредить любителей экспериментировать. Стоит только открыть эту дверь, и она уже не закроется. Выражаясь точнее, жить с этим нельзя, но нельзя уже жить и без этого. Занятия данной практикой и получаемые с их помощью знания совершенно несовместимы с наукой, религией и моралью нашего общества. История человечества пестрит именами мучеников, чье единственное преступление состояло в их нонконформизме. Если о твоих интересах и поисках в этой области становится известно окружающим, то ты рискуешь прослыть свихнувшимся мошенникам, а то и кем-нибудь похуже, и можешь стать изгоем. Однако прекратить исследование значит лишиться чего-то жизненно важного. В периоды непонятно почему наступающего спада, когда достичь второго состояния не удается, несмотря ни на какие усилия, это ощущается с особенной остротой. Возникает такое чувство, что ты неудел, что ты отрезан от огромной важности живительного источника. Итак, попытаюсь как можно доступнее описать технику достижения нефизического опыта. Барьер страха На пути к постижению природы второго тела и среды его функционирования возвышается одно, хотя, быть может, и не единственное, серьезное препятствие. Обойти его, похоже, не дано никому. Оно может прятаться под напластованиями запретов и привычек, но, когда эти напластования удаляются, препятствие все равно остается. Я имею в виду слепой и рациональный страх. При малейшем толчке он переходит в панику, а затем в ужас. Сознательно преодолеть барьер страха значит миновать важный рубеж в исследовании. Я почти уверен, что бессознательно этот барьер каждую ночь преодолевается многими из нас. Та часть нашего существа, что лежит за пределами сознания, когда она доминирует в нас, не испытывает страха, хотя, судя по всему, и подвергается воздействию мыслей и действий сознающего разума. Она, похоже, привыкла функционировать за барьером страха и лучше ориентируется в законах этого мира. Когда сознающий разум выключается на ночь, на первый план выступает сверхразум, в скобках душа, знак вопроса. Исследование среды функционирования второго тела, по-видимому, является результатом объединенных усилий сознающего разума и сверхразума. Когда эти усилия совпадают, барьер страха преодолевается. Страх этот многообразен. Самые смелые из нас полагают, что не ведают его до тех пор, пока, к своему изумлению, не обнаруживают его внутри себя. Прежде всего, это страх смерти, поскольку отделение от физического тела очень похоже на смерть, как она нам представляется, то поначалу реакция на него автоматическая. Человек думает назад, физическое тело быстро, ты умираешь, жизнь там, в физическом теле, назад туда. Никакая интеллектуальная или эмоциональная подготовка не в состоянии нейтрализовать данную реакцию. Лишь после 18 или 20 попыток мне, наконец, удалось набраться достаточно храбрости и любопытства, чтобы остаться в этом состоянии хотя бы несколько секунд и понаблюдать объективно. В средстве привыкания страх смерти улетучился или, по крайней мере, ослаб. Другие, применявшие эту технику, прекращали усилия уже после первой или второй попытки не в состоянии преодолеть этот первый аспект страха. Его второй аспект также связан со смертью «смогу ли я снова вернуться в физическое тело?». Лишенный чьего-либо руководства и соответствующих наставлений, я в течение нескольких лет находился под гнетом, в первую очередь, этого вида страха, пока не нашел довольно простой рецепт, с тех пор успешно каждый раз помогающий мне. Речь идет о своего рода рационализации. Я несколько сот раз выходил вовне и всегда тем или иным способом возвращался назад, невредимым, следовательно, существует вероятность того, что я благополучно вернусь и в следующий раз. Третий фундаментальный аспект страха – неизвестность. Что касается физического мира, то его законы и подстерегающие нас опасности более или менее понятны. Всю свою жизнь мы вырабатываем у себя рефлексы, помогающие нам существовать в нем. Но вот открывается и номер с совершенно иными законами и возможностями, населенные существами, которые, похоже, знают все о его устройстве. У тебя же под рукой ни свода законов, ни карты дорог, ни правил этикета, ни подходящих курсов физики и химии, ни бесспорного авторитета, к которому можно было бы обратиться за советом. В таких обстоятельствах многие миссионеры погибают в дальних странах. Должен признаться, что от этого третьего вида страха я не избавился до сих пор. И тому есть основания. Неизвестное по-прежнему в огромной мере остается неизвестным. Неизменных и устойчиво повторяющихся закономерностей, познанных в процессе погружения в неизвестное, ничтожно мало. С уверенностью могу сказать только одно. До сих пор мне удавалось возвращаться из этих экспедиций живым. Так много непонятного и непостижимого, но еще больше того, что вообще лежит, за пределами постигаемости. Еще один вид страха касается возможного воздействия такого рода экспериментов на физическое тело и разум. И эти опасения не беспочвены, ибо, насколько мне известно, достоверные знания об этом отсутствуют. У нас есть исследования по паранойе, шизофрении, фобиям, эпилепсии, алкоголизму, расстройствам сна, угрям, вирусным заболеваниям и тому подобное, но нет свода объективных данных о патологии второго тела. Как обойти барьер страха, я не знаю. Могу лишь посоветовать преодолевать его постепенно, осторожно, понемногу, шаг за шагом, продвигаясь вперед. Хочу надеяться, что эта книга сама по себе станет для читателей первым психологическим шагом на пути к преодолению барьера страха. Может быть, хоть кому-нибудь из тех, кто пережил подобное, она поможет разобраться, что же с ними произошло. А теперь поговорим о технике. Первое. Релаксация. Способность расслабляться – первая предпосылка, а может быть, сама по себе уже первый шаг. Релаксация осуществляется преднамеренно и должна быть как физической, так и ментальной. Ее непременным условием является самоотстранение от диктата времени. Не надо спешить. Никакие предстоящие встречи или дела не должны отвлекать внимание и вносить сумятицу в мысль. Малейшая нетерпеливость может сразу отрезать все пути к успеху. Существует много техник релаксации такого типа, и их изложению посвящено немало хороших книг. Выбирайте тот метод, который подходит вам больше других. Есть три общих направления, достаточно эффективных, два из которых могут быть использованы для наших целей. Ауто- или самогипноз. В большинстве книг о самопознании этот метод излагается по-разному. Повторю еще раз, выбирайте тот, который кажется вам предпочтительнее. Самый эффективный путь – научиться самогипнозу у опытного гипнотизера. Он может дать вам постгипнотическую установку, приносящую немедленный результат. Однако, будьте осторожны при выборе учителя. Серьезных практиков мало, полузнай их же множество. Для эффективной релаксации могут быть использованы и некоторые формы медитации. Просуночное состояние. Это, пожалуй, самый легкий и наиболее естественный способ, как правило, одновременно ведущий к релаксации как тела, так и ума. Трудность состоит в том, чтобы удержаться на тонкой грани между сном и полным бодрствованием. Слишком часто человек просто засыпает, и весь эксперимент на этом заканчивается. С помощью тренировки можно научиться полностью сохранять сознание на подходе к пограничному состоянию, в нем самом и за его пределами, вплоть до достижения поставленной цели. Насколько я могу судить, научиться этому можно только на практике. Техника же такова. Прежде всего, лечь надо именно в состоянии усталости и сонливости. Когда начнете расслабляться и погружаться в сон, постарайтесь с закрытыми глазами удержать свое ментальное внимание на чем-либо, на чем хотите. Если вы научились отстраненно находиться в просолнечном состоянии, не засыпая при этом, значит вы миновали первый этап. Тут же следует заметить, что многократно погружаться в сон в ходе процесса углубления сознания совершенно нормально. Тут ничего не поделаешь, и пусть это вас не смущает. За одну ночь результата не достичь. Вы поймете, что добились успеха, тогда, когда вам станет скучно и захочется чего-то большего. Если, пытаясь задержаться в просолнечном состоянии, вы нервничаете, это тоже нормальная реакция. Если, сознающий разум, понуждаемый уступить часть власти, которую он обладает во время бодрствования, выражает таким способом свое негодование, когда это случается, прервите релаксацию, встаньте, пройдитесь, поделайте какие-нибудь упражнения, а затем лягте снова. Если вы после этого продолжаете нервничать, засыпайте. Попробуйте в следующий раз, сейчас вы просто не в настроении. Если, зафиксировавшись в этом состоянии, вы вдруг теряете мысль, на которой концентрировались и замечаете, что думаете о чем-то другом, это значит, что вы уже близки к выполнению условия А. Выполнив условие А, то есть, научившись спокойно и отстраненно находиться в просолнечном состоянии, сконцентрировав разум на одной единственной мысли, вы готовы к следующему этапу. Условие Б сходно с условием А. Разница между ними заключается в устранении концентрации. Ни о чем не думайте, но при этом сохраняйте равновесие между бодрствованием и сном. Просто смотрите закрытыми глазами в темноту перед собой, не предпринимайте ничего больше. После того, как вы проделаете это упражнение несколько раз, могут появиться галлюцинации. Воображаемые картины или огни разных типов. Они, похоже, особого значения не имеют и, видимо, являются всего лишь средствием нервной разрядки. Помню, как-то раз я пробовал достичь этого состояния после того, как несколько часов подряд смотрел по телевизору. Футбольный матч. Перед глазами все время мелькали футболисты, борющиеся за мяч бегущие, отдающие пас и тому подобное. Прошло не менее получаса, прежде чем эти образы изгладились. Содержание воображаемых картин, очевидно, определяется тем, на чем вы концентрировались в течение восьми или десяти часов перед этим. Чем интенсивнее концентрация, тем больше времени требуется для устранения впечатлений. Условие В выполнено, если вы научились, после того, как все впечатления изгладились, отстраненно лежать, не испытывая при этом беспокойства и не видя ничего, кроме темноты. Условие В представляет собой систематическое углубление сознания, находящегося в состоянии В. Реализовать его можно, осторожно ослабляя жесткую привязанность к грани просоночного состояния и постепенным погружением с каждым упражнением все глубже и глубже. Спускаясь вниз до определенного уровня и, по желанию возвращаясь назад, вы со временем научитесь определять степень углубления сознания. Индикатором служит отключение одного за другим сенсорных механизмов. Первым, по-видимому, исчезает осязание. Вы словно не чувствуете своего тела, ни в какой его части. За ним вскоре пропадают обоняние и вкус. Далее утрачивается слух. Последним угасает зрение. Иногда, наоборот, сначала зрение, а за ним слух. Подозревая, что зрение замыкает этот ряд, потому что для данного упражнения необходима визуальная парадигма, даже в темноте. Условие Г – это реализация В в том случае, когда перед началом упражнений чувствуешь себя не усталым и сонливым, а, напротив, отдохнувшим и полным сил. Это очень важно и совсем не так просто, как может показаться. Войти в состояние релаксации, бодрствующем и полным энергии – верный залог того, что сохранить сознательный контроль удастся. Лучше всего приступать к этому упражнению сразу после сна, ночного или короткого дневного. Начинайте, прежде чем успели, физически пошевелиться в постели, пока тело еще расслаблено, а разум особенно чуток. Перед сном не пейте. Слишком много жидкости, чтобы не было необходимости сразу после пробуждения опоражнивать мочевой пузырь. Использование препаратов. Ни один из доступных препаратов, вызывающих релаксацию, по-видимому, не подходит. Барбитураты приводят к утрате сознательного контроля и только вносят сумятицу в более глубокие слои сознания. Тоже, хотя и в меньшей степени, относятся и к транквилизаторам. Они дают релаксацию, но за счет остроты восприятия. Алкоголь во всех его разновидностях вызывает сходный эффект. Такие экзотические соединения, как алкалоиды и галлюциногены, быть может, более продуктивны. Впрочем, моего опыта в данной области недостаточно, поэтому воздержусь от суждений и необоснованных догадок. Здесь нужны серьезные исследования. Я испробовал все три способа, но от лекарственной релаксации отказался уже в самом начале, поскольку она сильно ограничивает сознательный контроль и искажает восприятие. Работая с самогипнозом, я использовал специальные магнитофонные записи с гипнотической индукцией. Они оказались очень полезными и эффективными. Чаще всего я применяю технику просоночного состояния. Вопреки кажущейся сложности, для меня это наиболее естественный метод. Второе. Состояние вибраций. Достижение этого эффекта имеет решающее значение. О вызываемых им субъективных сенсорных ощущениях я уже говорил. Вместе с тем достичь его само по себе не значит добиться окончательного успеха. Для этого нужно преодолеть еще одно важное препятствие. Могу дать только ключ. До сих пор остается непонятным, каков механизм всего этого. Примерно так же, включая свет, мы не имеем при этом понятия, как устроен выключатель, откуда поступает электричество, почему и каким образом оно воздействует на вольфрамовую нить в лампочке. Как бы то ни было, все приводимые здесь сведения максимально тщательно проверены на опыте. Кроме основного испытуемого, автора данной книги, экспериментом подвергались еще несколько человек, которые также добились положительных результатов. Подготовка к вибрации. Лягте, приняв ту позу, в которой вам легче всего расслабиться, но обязательно вдоль оси север-юг, головой в сторону магнитного полюса. Одежда не должна сжать. Накройтесь чем-нибудь, чтобы было чуть теплее, чем это привычно для вас. Уберите все украшения и металлические предметы, касающиеся кожи или находящиеся поблизости. Убедитесь, что руки и шеи расслаблены и находятся в положении, исключающем их затекание. Затемните комнату так, чтобы с закрытыми глазами не было видно света, но не создавайте полной темноты, ибо тогда у вас не будет отправной визуальной точки. Необходимые условия. Достижение состояния релаксации. Расслабьтесь, следуя тому методу, который считаете наиболее для себя подходящим. Дойдите до стадии Г или ее эквивалента и постарайтесь удержаться на максимально глубоком уровне релаксации, не ослабляя при этом сознательного контроля. Вы ждав столько времени, сколько необходимо для того, чтобы убедиться, что вам это удалось, мысленно повторите, я буду сознательно воспринимать и запоминать все, что произойдет со мной в течение этой релаксации. По возвращении к полному бодрствованию я во всех деталях удержу в памяти только то, что благоприятно для моего физического и духовного состояния. Мысленно произнесите это пять раз. Затем начинайте дышать полуоткрытым ртом. Генерирование волн вибрации Дыша полуоткрытым ртом, концентрируйтесь на темноте перед закрытыми глазами. Сначала смотрите в темноту, в точку на расстояние 1 фута от лба. Затем отодвиньте точку концентрации на 3 фута от лба, потом на 6. Из этого положения сместите ее под углом в 90 градусов вдоль линии параллельной оси тела, так, чтобы она располагалась над головой. Ищите вибрации в этом месте. Когда найдете мысленно, стяните их назад к себе в голову. При всей простоте этого описания многое в нем наверняка остается непонятным. Как искать? Что стягивать к себе в голову? Попробую объяснить иначе. Приступая к мысленной концентрации, представьте, что от внешней поверхности ваших закрытых глаз отходят две линии. В точке, располагающейся на расстоянии 1 фута от лба, они сходятся. Мысленно вообразите, что для того, чтобы соединить эти линии, нужно преодолеть некоторое сопротивление, приложив сжимающее усилие, как если бы вы соединяли заряженные электрические провода или противоположные полюсы магнит. Теперь отодвиньте эту точку на расстоянии в 3 фута от лба, то есть на длину вытянутой руки. Вследствие изменения угла, под которым пересекаются линии, изменится и характер прилагаемого усилия. В результате сжатия пространства сил в скобках между сходящимися линиями сила давления, необходимого для соединения, должна возрасти. После того, как точка пересечения зафиксирована вами на расстоянии в 3 фута, отодвиньте ее на 6 футов. Угол пересечения в этом случае составит 30 градусов. Для наглядности можно с помощью транспортира начертить угол в 30 градусов на бумаге и запомнить, как он выглядит. Научившись удерживать угол в 30 градусов, то есть на расстоянии примерно 6 футов, направьте точку пересечения под углом в 90 градусов, то есть буквой Г, в направлении своей головы, но параллельно оси тела. С помощью этой точки и ищите. Продвигайте ее дальше и дальше, пока не добьетесь результат. Он даст себя знать следующим образом. Что-то вроде шипящей, ритмически пульсирующей волны огненных искр с ревом хлынет вам в голову. Оттуда она растечется по всему телу, сделав его негнущимся и недвижимым. После того, как вы научитесь этому процессу, необходимость каждый раз повторять всю процедуру отпадает. Чтобы вибрации наступили, нужно будет только подумать о них, находясь при этом в состоянии релаксации. Образуется условный рефлекс, то есть нейронная цепь, действующая всякий раз, когда это необходимо. Сразу освоить эту технику не удастся. Для достижения успеха нужны усилия. Чем больше попыток, тем выше вероятность добиться положительных результатов. Вместе с тем одноразовый успех еще не гарантирует способности входить в состояние вибрации когда угодно. Есть много привходящих моментов, которые еще предстоит выявить и проанализировать. Как бы то ни было, данный способ срабатывает достаточно часто, чтобы стать достойным серьезного изучения. 3. Контроль над вибрациями Достигнув состояния вибрации, вы получаете в руки нечто вроде путеводной нити. Вашей целью является осуществление сознательного контроля над ним. Для этого необходимо тщательно следовать некоторым рекомендациям, выполняя их, разумеется, последовательно в предлагаемом порядке. 4. Никаких данных о вредном воздействии вибраций на разум или тело нет, поэтому даю описание некоторых приемов, которые могут весьма пригодиться. Они представляют собой выжимку буквально из сотен экспериментов, в ходе которых мне приходилось действовать методом проб и ошибок. 5. Приспособление и привыкание В каком-то смысле можно сказать, что вам следует приучить себя к ощущению этого необычного состояния. Когда волны, подобные безболезненному электрическому разряду, обрушатся на вас, не пугайтесь и не впадайте в панику. Лучше всего ничего в это время не предпринимать. Лежите спокойно и наблюдайте за ними со стороны до тех пор, пока они не угаснут сами по себе. Обычно это длится минут пять. После нескольких таких опытов вы начинаете понимать, что током вас не убьет. Старайтесь воздерживаться от судорожной борьбы с охватывающим вас параличом. Огромным усилием воли вы можете заставить себя сесть и таким способом вырваться из него. Но потом вы пожалеете, ведь именно ради этого и было затрачено столько сил. Манипулирование и модуляция После того, как вы избавились от страха, можно приступать ко владению контролем над этим состоянием. Прежде всего мысленно преобразуйте вибрации в кольцо или же заставьте их войти к себе в голову. Затем мысленно пропустите их вдоль всего тела до пальцев ног и от них снова к голове. Погоняйте их ритмической волной по всему телу от головы до пальцев ног и обратно. После того, как волна наберет инерцию, дайте ей возможность двигаться самостоятельно, пока она не затухнет сама собой. Полный цикл от головы к ногам и обратно должен занимать примерно 10 секунд 5 вниз и 5 вверх. Упражняйтесь до тех пор, пока не добьетесь того, что вибрирующая волна будет возникать по первой мысленной команде и устойчиво пульсировать вплоть до затухания. К этому времени вы должны заметить, что вибрации порой бывают резкими. Очищение такое, как будто все ваше существо перетряхивает вплоть до молекул или атомов. Это может показаться несколько неприятным и вызвать у вас желание сгладить их. Для этого нужно мысленно заставить вибрации пульсировать, когда они станут чаще. Их первоначальная частота составляет порядка 27 колебаний в секунду, имеется в виду частота самой вибрации, а не ее движение от головы к ногам. Поначалу они подчиняются команде пульсировать медленно и едва заметно. Об успехе можно говорить лишь тогда, когда они перестанут быть грубыми и тряскими. Если вам удалось надежно закрепить этот результат, вы на верном пути. Научиться управлять процессом ускорения весьма важно. Быстрые вибрации – предпосылка успешного отделения от физического тела. После того, как их частота доведена до определенного предела, ускорение начинается автоматически. Вообще-то вибрации ощущаются только в своем начале. Они наращивают частоту совсем как заводящийся мотор. Затем она настолько возрастает, что никаких вибраций вы уже не чувствуете. На этой стадии сенсорный эффект сводится к ощущению тепла и легкого покалывания в теле. Прочный навык в достижении этого этапа свидетельствует о том, что вы готовы к первым экспериментам по выходу из физического тела. Здесь самое время предупредить еще раз. Перешагнув этот рубеж, вы, пожалуй, уже не сможете повернуть назад, ибо убедитесь в существовании иной реальности. Как это повлияет на вашу психику, повседневную жизнь, будущее, на ваше мировоззрение, целиком зависит лично от вас. Раз, однажды открывшись иной реальности, вы уже никогда, как бы ни старались, не сможете полностью закрыться от нее. Житейские дела могут на время заслонить ее, но будьте уверены, она к вам вернется. Вы не в состоянии все время стоять на страже, стоит вам, просыпаясь или пробуждаясь, слегка расслабиться, как вибрирующая волна нахлынет без спроса. Конечно, можно блокировать ее, но в конце концов вы устанете сопротивляться, и вот вы снова в полете. Вы поймете, что сражаетесь с самим собой. А кому охота сражаться с собой, если вместо этого можно просто крепко спать? Семнадцатое. Процесс отделения. После того, как вы достигли состояния вибраций и в какой-то мере научились контролировать релаксацию, вы столкнетесь еще с одним фактором, который требует к себе внимания. Возможно, вы о нем уже знаете, поскольку он, как правило, сопутствует подготовительным упражнениям, уже пройденным вами. Тем не менее, на этом следует остановиться подробнее. Речь идет о контроле над мыслью. В состоянии вибрации вы, по-видимому, попадаете в зависимость от всякой мысли, вольной или невольной, появляющейся у вас в уме. Поэтому нужно изо всех сил стремиться к состоянию без мыслей или с одной единственной мыслью – концентрация. Ибо даже случайная идея вызывает мгновенную реакцию, подчас нежелательную. Подозреваю, что полностью освободиться от этих нежелательных реакций нельзя. По крайней мере, мне это не удалось. В этом причина многих моих необъяснимых путешествий в неизвестные мне места и к незнакомым мне людям. Толчок к ним дали подсознательные мысли или представления о существовании, которых у себя я даже не знал. Единственный способ справиться с этим – стараться из всех сил. Пометуя о сказанном, первые попытки отделения второго тела от физического следует ограничивать по времени и интенсивности. На этом этапе главное – ознакомление и ориентация, что впоследствии даст возможность осуществлять отделение без страха и опаски. Высвобождение конечностей. Цель этого упражнения – познакомиться со вторым телом, не отделяя его полностью. После релаксации и наступления вибраций поработайте с правой или левой рукой порознь. Это важно, так как убедит вас в реальности второго тела. Потянитесь рукой к чему-нибудь – полу, стене, двери, к чему угодно, что находится вне пределов досягаемости физической рукой. Достаньте до этого объект. Не делайте движения вверх или вниз, направляйте усилия в ту сторону, в которую вытянута ваша рука. Как бы вытягивайте руку, но при этом не приподнимайте и не опускайте ее. Другой вариант – потянитесь рукой, как было сказано, но не создавайте в уме представления об объекте. Порой этот метод оказывается эффективнее, ибо исключает предвзятость относительно того, что вам предстоит ощутить. Вытянув руку таким способом и ничего не ощутив, протолкните ее чуть дальше. Осторожно проталкивайте, словно вытягиваете ее, пока не коснетесь какого-нибудь материального предмета. Если вибрации еще действуют, это должно получиться, и рука в конце концов нащупает что-нибудь. Затем с помощью осязания внимательно исследуйте физические особенности объекта. Ощупайте все трещинки, неровности и прочее, чтобы впоследствии вы могли узнать их. На этом этапе ничего необычного вы не заметите. Ваш сенсорный механизм будет убеждать вас в том, что вы ощущаете предмет физической рукой. Теперь перейдем к первому тесту. Ознакомившись с предметом, вы примите руку и кончиками пальцев упритесь в него. Сначала вы почувствуете сопротивление. Нажмите посильнее и мягко преодолейте его. При этом вам покажется, что рука проходит сквозь предмет. Продолжайте нажимать, пока она полностью не пройдет насквозь и не натолкнется на какой-нибудь другой физический объект. Определите его на ощупь. После этого осторожно уберите руку назад сквозь первый предмет, медленно вернув ее в нормальное положение, чтобы она ощущала себя на месте. Затем ослабьте вибрации. Для этого лучше всего осторожно попытаться совершить какое-нибудь физическое движение. Подумайте о своем физическом теле и откройте физические глаза. Усилием воли верните ощущения. После того, как вибрации совсем угаснут несколько минут, полежите спокойно, чтобы полностью прийти в себя. Затем встаньте и письменно опишите предмет, который вы ощущали, определив при этом его местоположение относительно руки во время эксперимента. Отметьте характерные особенности как первого, так и второго предметов. Проделав это, сравните свое описание с реальным предметом. Сначала первым. Обратите особое внимание на мелкие детали, которые вы заведомо не могли бы разглядеть издали. Физически ощупайте предмет, сравнивая с тем, что вы ощущали, находясь в состоянии вибрации. Таким же образом исследуйте и второй предмет. До эксперимента вы могли не знать, по крайней мере осознанно, о его присутствии или местонахождении. Это тоже важно. Определите направление от места, где лежала ваша физическая рука, сквозь первый предмет ко второму. Получится ли прямая линия? Проанализируйте результаты. Находится ли первый из физически ощупанных вами предметов наверняка вне пределов физической достигаемости? Совпадают ли его характеристики, особенно мелкие детали, с письменно зафиксированными вами? Аналогичным образом сопоставьте данные относительно второго предмета. Если они совпадут, значит, первый эксперимент прошел успешно. Если нет, попробуйте повторить его на следующий день. В состоянии вибрации положительный результат может быть получен даже без особой подготовки. Можно попробовать и другое, совсем легкое упражнение. В состоянии вибрации, лежа на спине, с руками вытянутыми вдоль тела или лежащими на груди, попытайтесь осторожно, не глядя, поднять и свести, соединив их пальцами. Делайте это без напряжения, отстраненно, но помните об ощущениях. Сложив руки над грудью, посмотрите на них, сперва закрытыми глазами. Если движение было выполнено достаточно легко, вы одновременно увидите и физические, и нефизические руки. Физические руки будут спокойно лежать вдоль тела или на груди. Ощущения же будут исходить от нефизических рук, находящихся над вашим физическим телом. Повторяйте это упражнение столько раз, сколько нужно, чтобы убедиться, что вы двигаете нефизическими руками, а чем-то отличным от них. Используйте все доступные вам средства, позволяющие убедиться в реальности этого процесса. Каждый раз перед тем, как выключить вибрации, важно полностью совместить нефизические руки с их физическими двойниками. В случае, если это не будет сделано, каких-либо серьезных последствий быть не должно, но на первых порах экспериментировать, думаю, не стоит. Техника разделения. Самый простой способ отделения – подъем из тела. Цель при этом состоит не в посещении удаленных мест, а в изучении своих ощущений в знакомой обстановке своей комнаты. Это нужно для того, чтобы данные первого успешного опыта можно было подвергнуть объективной проверке. В целях лучшей ориентации первое полное отделение лучше проводить при дневном освещении. Необходимую вам степень освещенности определите сами. Электрического света лучше избегать. Необходимыми условиями являются достижение вибрационного состояния и полный контроль над мыслительными процессами. Помните о намерении не удаляться за пределы своей комнаты. Мысленно представьте, что вы становитесь все легче и легче, что вы медленно поднимаетесь вверх и, как это чудесно, парить в пространстве. Обязательно думайте о том, как это замечательно, ибо субъективные ассоциации чрезвычайно важны. Представьте, что вы хотите этого, ибо это отвечает вашей эмоциональной потребности. В воображении попробуйте реагировать на события заранее, прежде, нежели оно произошло. Если вам удастся придерживаться только этих мыслей, произойдет отделение от физического тела, и вы плавно выплывете вверх. На первый или второй раз может не получиться, но будьте уверены, если рекомендованные упражнения выполнены, получится обязательно. Второй способ – вращение. О нем уже упоминалось выше. С соблюдением названных условий попробуйте медленно перевернуться, как будто поудобнее устраивайтесь в постели. Постарайтесь при этом не помогать себе ни руками, ни ногами. Начинайте поворачиваться сначала верхней частью тела, головой и плечами. Двигаться нужно обязательно медленно. Нажим должен быть настойчивым, но мягким. В противном случае, не соразмерив усилия, вы рискуете сорваться и закружиться, словно бревно в воде. Это собьет вас с толку. Вы потеряете ориентацию и будете вынуждены осторожно нащупывать путь назад, продолжая при этом вращаться. Когда вы заметите, что вращение стало легким, а ощущения трения и тяжести исчезли, значит, вы начали отделяться от физического тела. Продолжайте медленно поворачиваться, пока не почувствуете, что повернулись на 180 градусов, то есть лицом к лицу своего физического тела. Достичь этого несложно, всего лишь два поворота на 90 градусов. Оказавшись в этой позиции, мысленно остановите вращение, и оно прекратится. Отбросив колебания, представьте, что лежа ничком всплываете вверх над своим физическим телом. Как и в первом случае, если вам удалось войти в вибрационное состояние, данный способ должен обязательно сработать. Из двух предложенных техник сначала следует испробовать первую, затем вторую, и уже после этого выбрать ту, которая вам больше подходит. Локальные эксперименты и привыкания После овладения процессом отделения важнейшая задача сохранения объективной непрерывности сознания, что возможно только при осуществлении полного контроля. На ранних стадиях единственный возможный способ добиться этого – как можно ближе держаться к физическому телу. Каково бы ни было ваше эмоциональное состояние, будьте поблизости от своего тела. Смысл предостережения не в том, что в противном случае вам угрожает опасность. Просто осваиваться следует постепенно, отдавая себе полный отчет в происходящем. На начальном этапе бурное, неконтролируемое путешествие могут привести к неприятным ситуациям и вынудить вас заново учиться тому, чего уже достигли. Процесс ментальной адаптации не имеет никаких аналогов в сознательном опыте. Постепенное приспособление к новым условиям принесет с собой глубокий внутренний мир и уверенность в своих силах. Главное на этом этапе – научиться возвращаться. После отделения парите над физическим телом, не удаляясь от него далее, чем на три фута. Не пытайтесь переместиться в сторону или еще выше. Как определить расстояние, вы его будете чувствовать. Ваше зрение на нуле. Вы запрограммированы не открывать глаз. Держите их закрытыми. Находитесь поблизости от физического тела. Достигается это с помощью мысленного представления. Следующие 3-4 упражнения посвятите исключительно выходу и возвращению физическое тело. В этих условиях, чтобы вернуться, достаточно просто подумать об этом. Если вы применяете первый способ отделения, то воссоединение с телом достигается сравнительно просто. Полностью вернувшись, вы сможете вновь двигать любой частью тела и возобновить любое или все физическое ощущение. Каждый раз по возвращении открывайте физические глаза и физически садитесь, чтобы удостовериться, что вы полностью воссоединились. Это необходимо для сохранения ориентации и поддержания уверенности в способности возвращаться по своему желанию. Самое же главное для сознания постоянного контакта с материальным миром, к которому в настоящий момент вы принадлежите. Какого бы мировоззрения вы не придерживались, такой контакт совершенно необходим. Если же вы применяете для отделения вращение, то, чтобы воссоединиться с физическим телом, медленно приблизьтесь к нему, опять-таки с помощью мысли, и после того, как почувствуете полный контакт, проделайте обратный поворот на 180 градусов. При этом, видимо, не имеет значения, в каком направлении вращаться. Можно продолжать вращение, а можно занять исходное положение и проделать поворот обратный, тому, с помощью которого вы отделились от тела. Независимо от того, каким из двух способов отделения вы пользуетесь, в момент воссоединения с физическим телом происходит легкое вздрагивание, словно раздается щелчок. Описать его точно довольно трудно, но вы сразу узнаете его. Прежде чем сесть после возвращения, обязательно немного выждите, прежде всего для того, чтобы избежать неприятных ощущений. Дайте себе некоторое время снова привыкнуть к физической среде. Физически сесть значит наглядно убедиться в преемственности состояний. Это даст вам возможность убедиться, что вы сознательно и целенаправленно можете попеременно действовать, то физически, то нефизически, сохраняя сознание на протяжении всего процесса. Цикл упражнений можно считать завершенным, когда вы окажетесь в состоянии выйти из тела, вернуться в него, сесть и заметить по часам время, затем снова выйти и снова вернуться, не утрачивая при этом непрерывности сознания. Фиксирование времени по часам помогает в этом. Следующий этап. После отделения от физического тела удалитесь от него с соблюдением тех же правил чуть дальше, футов на 10. Всякий раз, особенно в ходе данных упражнений, когда расстояние от тела увеличивается, мысленно концентрируйтесь на одной единственной цели, избегая любой посторонней мысли. После того, как вы привыкнете находиться на большом удалении от тела, мысленно скажите себе, что вы можете видеть. При этом не следует представлять, будто вы открываете глаза, ибо это может, напомнив о физическом теле, ослабить вибрационное состояние. Вместо этого подумайте о том, что вы способны видеть, и вы станете видеть. Ощущение, будто у вас открылись глаза, быть не должно, просто вдруг исчезнет темнота. Поначалу вы будете видеть смутно и неясно, словно близорукий или в полумраке. Причина этого неясна до сих пор. Затем со временем ваше зрение улучшится. Если вы выполнили все предыдущие упражнения, то зрелище своего тела, неподвижно лежащего внизу, не должно пугать вас. Удостоверившись, что это никто иной, как вы, сами осмотрите комнату с того места, где находитесь, мысленно слегка поперемещайтесь туда-сюда, но только медленно, и ни в коем случае не резко. Подвигайте руками и ногами, чтобы убедиться в их неподвижности. Если хотите, погружитесь и попрыгайте в новой для вас стихии, не удаляясь от своего тела дальше указанного расстояния. Тут вас могут захлестнуть и едва ли не опрокинуть. Мощное желание. На данном этапе это самое серьезное из препятствий. Глубоко личное и эмоциональное, они возникают совершенно неожиданно и легко могут погрести под собой с таким трудом выработанную вами способность мыслить логически. Чрезвычайно важно понять, что не следует видеть в них зло или заблуждение. Они просто существуют, и вам надо научиться справляться с ними. Запомните правила. Не пытайтесь отрицать их существование. Осознайте их в качестве глубинной, составной части своего «я», которую нельзя мысленно удалить. До тех пор, пока вы этого не поймете, вы не сможете их контролировать. В числе этих эмоций. Ощущение свободы. Упоение освобождением от ограничений физического тела и силы земного притяжения. Сексуальное влечение сначала к любимой, затем чисто чувственное. Религиозный экстаз разных видов, в зависимости от воспитания в ранние годы жизни. Я придерживаюсь мнения, что вопреки самой строгой дисциплине и самоанализу, этим субъективным эмоциям подвержен каждый человек. Речь идет о глубинных элементах подсознания, составляющих основу характера и личности. Как уже говорилось, эти элементы проявляются потому, что вы перестаете быть только сознающим и разумным, и, возможно, впервые становитесь целостным. Все части вашего «я» дают о себе знать и должны учитываться в каждом предпринимаемом вами действии. Вся хитрость в том, чтобы обеспечить доминирующую роль сознающей, разумной части, наиболее сведущей о физическом мире. Это нелегко. В случае попытки отрицать самого себя, вы столкнетесь с трудностями. Поэтому лучше примите эти порой неожиданные желания такими, каковы они есть, как часть своего «я», и продолжайте двигаться дальше. Устранить их вам не под силу, их можно лишь на время отсрочить. Пообещайте себе удовлетворить их позже, и сопротивление исчезнет. Они согласятся на отсрочку, ибо приучены к этому всей нашей жизнью. После того, как вы научились более или менее владеть иными частями своего «я», и раз пять-семь убедились в этом в условиях близкого отделения, в том же помещении поблизости от своего физического тела, вы готовы к более далеким и целенаправленным путешествиям. Все предшествовавшие упражнения предполагают, что вы преодолели большинство страхов, стоявших перед вами на пути к достижению данного рубежа. Если же вам это не удалось, повторяйте упражнение, вызывающее страх до тех пор, пока он не станет привычным и вследствие этого исчезнет. Экстренное возвращение Как уже отмечалось, основной помехой, препятствующей выходу из тела, является страх не вернуться назад. На начальных стадиях экспериментирования я много раз сталкивался с этой проблемой. К счастью, всякий раз, когда такие трудности возникали, выход находился. Путем тщательного анализа сотен случаев была выработана надежная техника возвращения. Тут же оговорюсь, единственная гарантия ее эффективности – то, что в моей практике она неизменно срабатывает. Прежде всего, попав в трудное положение, не паникуйте. Всеми силами старайтесь сохранить способность мыслить рационально. Ужас только усугубит ситуацию. Хорошенько запомните одно простое правило и всегда держитесь его, где бы вы ни оказались. Для того, чтобы вернуться в свое физическое тело, подумайте о нем. Мысленно начните двигать какой-нибудь его частью. Пошевелите пальцем руки или ноги, усилием воли физически сделайте глубокий вдох. Активизируйте либо все пять физических чувств, либо одно из них. Подвигайте челюстью, сглотните или пошевелите языком. Годится любое действие, предполагающее физическое движение или использование физической энергии. Если какое-либо из них не дает немедленного эффекта, попробуйте другое. То или иное из подобных мысленных действий обязательно вернет вас назад физическое тело. Вопрос лишь в том, какое именно окажется для вас наиболее эффективным. Данная техника обеспечивает практически немедленное возвращение, гарантируя сочетание автоматической наводки с реактивной тягой. В случае ее применения воссоединение происходит по сути мгновенно, но это значит, что вы лишаетесь возможности выбора или принятия решения, так как, пустив ее в ход, не в силах остановить процесс, вы вернетесь в физическое тело, не имея представления о том, что с вами происходит и как осуществляется само возвращение. Поэтому данную технику следует рассматривать не в качестве составного элемента развития ваших способностей, а скорее как запасной вариант на случай чрезвычайной ситуации. В обычных условиях следует вспомнить или почувствовать местонахождение своего физического тела и ведущее к нему направление, затем, спокойно и без спешки, сохраняя над собой контроль, начать возвращение. Механика движения. Итак, вы в достаточной мере овладели навыками самоконтроля, включая экстренное возвращение, и теперь готовы к самому ответственному этапу, дальнему путешествию. Предпринимать такого рода попытки, прежде чем вы пройдете все предыдущие тесты и как следует освоить их, ни в коем случае не рекомендуется. Есть вероятность того, что на начальном этапе вы можете отправиться в дальнее путешествие непроизвольно. Если подобное случится с вами, вы в полной мере оцените важность следующих рекомендаций. Прежде всего, определите цель. Помните о правиле. Ею должен быть человек, а не просто место. Последнее, вообще-то, не исключено, если вы питаете глубокую эмоциональную привязанность к определенной местности, но проводившиеся до сих пор эксперименты продемонстрировали низкую эффективность такого подхода. Впрочем, это, быть может, объясняется особенностями личности экспериментатора. Определите лицо, здравствующее, которое вы желали бы навестить. Выберите человека хорошо вам знакомого. О своем эксперименте ему не сообщайте, чтобы исключить возможность внушения со стороны. Выбор осуществляется до вхождения в вибрационное состояние и начала релаксации. Проведите релаксацию и вызовите у себя вибрационное состояние, используя избранный вами способ отделения. Удалитесь от физического тела футов на 6-7. Не включая зрение, осторожно подумайте о человеке, которого решили навестить. Подумайте о нем не только по имени, но и представьте себе его личность и характер. Не старайтесь мысленно увидеть его физический облик, ибо притягивать вас будут не столько физические атрибуты, сколько внутренняя сущность человек. Думая таким образом, медленно повернитесь вокруг своей оси на 360 градусов. В какой-то момент вы почувствуете нужное направление, и у вас появится уверенность, мягко влекущая вас подобно магниту. Чтобы убедиться наверняка, можно проделать еще один оборот и снова пройти через данную точку. У вас снова появится очень отчетливое ощущение. Для того, чтобы начать двигаться в нужном направлении, используйте способ полного вытягивания второго тела, уже опробованный нами при выполнении упражнения с нефизическими руками. Самый простой вариант – вытяните свои нефизические руки над головой, сомкните их большими пальцами, как делают ныряльщики перед прыжком в воду. Держа руки в этом положении, подумайте о человеке, которого собираетесь навестить, и вытяните тело в том направлении. Скорость движения будет зависеть от прилагаемого усилия. Чем сильнее вы будете вытягиваться, тем быстрее будете двигаться. По прибытии в пункт назначения, ваше тело перестанет вытягиваться, само собой, без вашего участия. Тот же способ используйте и для возвращения назад. Подумайте о своем физическом теле, вытянитесь, и быстрое возвращение вам обеспечено. Как правило, этого бывает достаточно. Относительно того, почему руки необходимо держать вытянутыми, можно высказать следующее предположение. Вероятно, прокладывать маршрут, отражая встречающиеся на пути предметы, легче руками, а не головой. Кроме того, так легче вытягиваться, чем с руками вдоль туловища. Вот и все. Вышеизложенное может показаться каким-то ритуалом, мало чем отличающимся от магических формул средневековья. Но это не так. Каким образом данная техника работает, до сих пор остается непонятным. Может быть, в будущем любознательные физики, химики, неврологи и специалисты в иных областях заинтересуются этой проблемой и предложат ее теоретическое объяснение. Если эмпирическим изучением этих вопросов займется достаточно большое число людей, в результате, возможно, возникнет новая наука. А пока, набравшись смелости и терпения, пробуйте сами выйти за ограничивающие вас пределы. Единственный способ постичь расширение реальности – пережить его самому. Желаю удачи! Каким образом возможно то, о чем говорится в этой книге? Есть ли во всем этом какой-либо смысл? Лучший ответ на такие вопросы – анализ объективных данных. Обращаться за помощью к андерграунду, единственной среде, признававшей реальность моего опыта, было бесполезно, ибо большинство данных андерграунда имеют характер неопределенных обобщений. Мне же хотелось конкретности. Я полагал, что собранные мною противоречивые данные можно как-то систематизировать, и попытался, исходя из того, что мне известно, выстроить некоторое более или менее вероятное предположение. Принятый мною метод состоит в том, чтобы, осторожно прокладывая путь в зыбком мраке неизвестности, окончательно не покидать при этом залитую светом твердую почву. Полученные мною данные образуют цепь событий, симптомов, результатов. Хронологически весь мой опыт и эксперименты легко подразделяются на четыре этапа. Предварительный этап Сюда следует отнести все события, происшедшие до того дня, когда у меня начались судороги в солнечном сплетении, о чем я уже рассказывал в начале книги. Анализируя этот период своей жизни, я припоминаю два так и оставшихся без объяснения случая, похожие имеющие отношение к предмету данного исследования. Первый из них произошел, когда мне было восемь лет. Мне приснился сон. Я рассказал о нем родителям. Будто я сижу в комнате с панелями из красно-коричневого дерева. В углу стоит какой-то ящик, очень похожий на виктролу. Из него раздаются музыка и голоса. Впереди у ящика окошко, а в нем кино. Впечатление такое, что голоса принадлежат людям, разговаривающим в окошке. Похоже на кино, которое нам показывали в школе с той разницей, что вместо чтения титров можно слушать живую речь. Кроме того, изображение в ящике было цветным. Люди и предметы выглядели совсем как в жизни. Тридцать лет спустя мне довелось сидеть в обитой красным деревом комнате и впервые в жизни смотреть цветной телевизор. Насколько я помню, до того, как мне приснился этот сон, я никогда не видел ни одного цветного кинофильма. Следующий случай произошел, когда мне было лет пятнадцать, и я учился в средней школе. Как-то в пятницу вечером я усиленно размышлял о предстоящей на следующий день вечеринке. По моим расчетам требовалось два доллара, и проблема сводилась к тому, где их взять. За всю неделю возможности заработать денег так и не подвернулось. К родителям, не помню уж почему, обратиться тоже было нельзя. Не предвиделось работы и на субботу. Озабоченный, как решить эту проблему, я лег спать. Проснувшись субботу утром, я поймал себя на отчетливом убеждении, что искомая два доллара находится под старой доской, лежащей на улице возле дома. О существовании этой доски мне было известно, поскольку она валялась там уже довольно давно. Тем не менее, я не придал этому никакого значения и спустился вниз к завтраку. Позавтракав, все еще удрученный, мучившим меня финансовым затруднением, я снова вспомнил о двух долларах под доской. От нечего делать. Для того только, чтобы избавиться от навязчивой идеи, я вышел на улицу и, обойдя дом, подошел к ней. Доска лежала в том же положении, что и всегда, присыпанная листьями и землей. Казалось совершенно невозможным, чтобы кто-нибудь мог случайно потерять здесь деньги или засунуть их под нее. Однако уж, коли оказался здесь, я решил удостовериться и окончательно выкинуть глупую мысль из головы. Приподняв доску за конец, я увидел на ее грязной и сырой нижней поверхности кучу муравьев и жучков, суматошно разбегающихся в разные стороны, а на влажной земле под самым центром доски, сухие и хрустящие, лежали две свернутые однодолларовые бумажки. Не переставая размышлять, каким образом деньги оказались под доской, я, тем не менее, никому, кроме одного друга, не рассказал об этом, опасаясь, что хозяин заявит свои права на пропажу. Вопрос с вечеринкой был решен. Впоследствии этот случай совершенно забылся, и я вспомнил о нем только тогда, когда начал ретроспективно анализировать события своей жизни. Кроме этого, ничего необычного со мной не происходило. Не было и никаких серьезных травм. Обычное американское воспитание в обычной учительской семье, поскольку речь идет о ментальных проблемах, ответы на вопросы, видимо, следует искать в сфере психиатрии. Однако никаких внешних признаков сильной подавленности, навязчивых комплексов, тревоги или фобий, обычно сопровождающих психическое заболевание, у меня не замечалось. Внимательный анализ событий, непосредственно предшествовавших первому симптому внетелесного опыта, сильнейшие судороги, заставляет обратить внимание на некоторые, возможно, нелишенные значения, факторы. В течение года накануне происшествия, с которого все и началось, в моем организме произошло одно единственное, но достаточно необычное, физиологическое изменение. Я довольно долго проходил курс лечения у донтист, в ходе которого мне были поставлены коронки на 7 нижних зубов. Рассматривая это в связи с проявившимися впоследствии симптомом включения во второе состояние при помощи движений челюстью, можно предположить, что кусочки металлического сплава, входящие в состав зубного протеза, каким-то образом электрически воздействуют на мозг. Возможность этого до сих пор остается неисследованной. Физики, физиологи, специалисты в области электроники не располагают теории на сей счет. Лишь серьезные исследования могут подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Сотни тысяч людей вокруг ходят с кусочками металла во рту и иногда этому сопутствуют аналогичные инциденты. Обзор данных по этому вопросу может оказаться интересным. Никаких других, сколько-нибудь значительных физиологических перемен я не припомню, разве что прием витаминов сверхсредней нормы. Моя жена убежденная сторонница рационального питания, и по ее совету в течение нескольких лет я ежедневно принимал определенные дозы витаминов А, группы В, С и Е, плюс минеральные таблетки. Конечно, в совокупности это могло оказать свое воздействие, но известные мне исследования по этой проблеме не содержат никаких указаний на симптомы, аналогичные второму состоянию. За этим исключением на протяжении, по крайней мере, пяти лет я придерживался обычной диеты. Что касается сферы психологической и физической деятельности, то здесь можно выделить немало существенных моментов. Ясно, что причины исследуемого феномена лежат именно здесь. Прежде всего заслуживает внимание случай с анестезией, происшедшей со мною месяцев за шесть до появления первых признаков нового состояния. Началось с того, что как-то раз, прилаживая к стене своей спальни крышку столика, я ощутил непривычное опьяняющее воздействие паров клея. На жестяной банке объемом в один галлон было написано, что клеем можно пользоваться только в хорошо проветриваемом помещении. Диктовалось это, как я понял, соображениями противопожарной безопасности. Это ощущение вызвало в моей памяти воспоминания о странном состоянии, испытанном мною однажды, когда я приходил в себя после сделанной мне анестезии. Заинтересовавшись, я в течение последующего месяца неоднократно экспериментировал с парами клея, добившись при этом весьма значительных результатов. Узнав, что в состав паров входят толуол, наиболее распространенный в промышленном производстве углеводородный очиститель, и ацетон, некогда использовавшийся для анестезирования, я, применив менее летучий и сравнительно безопасный ингалятор ТРИЛЕН, провел несколько экспериментов, в ходе которых смог вызвать у себя субъективное ощущение легкой анестезии. Вспоминая теперь эти опыты, я прихожу к выводу, что их результаты во многом очень сходны с описаниями ощущений тех, кто принимал ЛСД. Очень яркие и довольно приятные, они, возможно, дали толчок внутренней потребности в новых, неведомых ранее впечатлениях. С чувством сожаления я, в конце концов, прекратил эти эксперименты, опасаясь связанных с ними побочных физиологических эффектов, ибо, хотя мною и были предприняты жесткие меры предосторожности, полной гарантии они дать не могли. Вместе с тем, удовлетворяя свое любопытство, я узнал много интересных фактов об анестезии. Кажется, в Ирландии уличные разносчики по утрам торговали эфиром в разлив, отмеряя его ложками. Было время, когда студенты-медики частенько устраивали эфирные вечеринки, весьма похожие на времяпрепровождение нынешних любителей ЛСД, приобретающих его на черном рынке. По данным врачей, эфиромания давно уже стала распространенным явлением. Капитанам танкеров, перевозящих бензин, приходится иметь дело с особой разновидностью алкашей, при найме на судно они ничем не выделяются, среди всех прочих, до тех пор, пока в один прекрасный момент их не обнаруживают лежащими без сознания у сливного отверстия бензиновой емкости. Это те, кого именуют токсикоманами. Далее я узнал, что общего у алкоголя с другими анестетиками. Анестезирующие средства вызывают переход от сознательного состояния к бессознательному, за которым смерть. Задача анестезиолога – опустить пациента в глубину бессознательного, как можно быстрее миновав при этом лежащее между ними буйное состояние. Видимо, именно эту сферу я и исследовал. Искусство состоит в том, чтобы удержать пациента, находящегося без сознания, на самом краю смерти. Главное преимущество эфира, когда его только начали использовать в этих целях, виделось в том, что он дает меньше побочных эффектов, чем алкоголь, и позволяет лучше регулировать степень бессознательности. После его приема сознание исчезает весьма быстро, за счет чего увеличивается продолжительность бессознательного состояния, что позволяет выполнить необходимые действия до наступления финального момента – смерти. Что же касается алкоголя, то после его приема сознание сохраняется довольно долго, и когда, наконец, наступает достаточно глубокое бессознательное состояние, до финального момента остается совсем немного. Запас прочности настолько незначителен, что если пациенту, который уже отключился, ввести дополнительную порцию алкоголя, это вполне может вызвать смерть. Кроме того, я открыл для себя, что, по данным археологических и геологических исследований, некоторые из древнегреческих и древнеегипетских храмов, где случались видения и чудеса, оказывается, располагались поблизости или непосредственно на местах выхода подземных газов, в состав которых входила и окись азота, не имеющая ни запаха, ни вкуса и используемая в наше время в качестве анестезирующего средства. Месяца через три, когда я уже почти забыл о своих наркотических экспериментах, у меня вдруг появился интерес к проблеме запоминания информации во сне. Я так и не знаю, чем он был вызван. Возможно, это результат моего собственного студенческого опыта в сочетании с непосредственными наблюдениями за методами обучения моих детей в начальной школе. Заинтересовавшись, я занялся изучением старых и новых концепций бодрственно-бессознательного состояния. Оказалось, есть основания предполагать, что подсознание фиксирует всю информацию, воспринимаемую органами чувств, как во время бодрствования, так и во время сна. Проблема состоит в том, чтобы ввести осмысленную и систематизированную информацию во сне и суметь по желанию вспомнить в бодрствующем состоянии. Доступные мне данные официальных научных исследований были ограничены и противоречивы. Просто чтение спящему, испытуемому какой-либо информации давало неполный и неустойчивый результат. Исследования, сравнивающие индукцию во время сна без сновидений, фаза дельта и сна со сновидениями, обозначается термином BDG-сон, не проводились. Не предпринималось и попыток целенаправленного стимулирования рецептивно-сонного состояния с условным рефлексом павловского типа, который давал бы возможность вспоминать усвоение по своему желанию. В поисках эффективной техники усвоения я выбрал наиболее доступный способ, изготовил аутогипнотические магнитофонные записи. Начать именно с этого казалось логичнее всего, ибо, судя по материалам доступных мне исследований, результаты удавалось получить, в состоянии именно гипнотического, а не естественного сна. Выбор же в качестве средства магнитофонной записи диктовал со стремлением обезличить методику и тем самым сделать ее пригодной для разных людей. Пленки предназначались для использования в свето- и звукоизолированной кабине. Содержание используемых мною магнитозаписей было намеренно простым. Сначала индукция гипнотического сна. Затем последовательная серия установок, варьирующих в зависимости от характера теста и поставленной задачи. В качестве информации для запоминания брались, например, таблица умножения от 12 до 24 и список испанских и французских слов и фразеологических выражений. Затем давалась установка на полное запоминание и постгипнотическая установка на сознательное вспоминание, усвоенного с помощью ментально-физического ключа, например, подумать о числе 555 и одновременно с этим пять раз постучать пальцами по столу. Каждая пленка содержала установку на улучшение физического и психического состояния обучающегося. Хотя конкретные детали этого процесса и не уточнялись, давалась рекомендация, чтобы все функциональные системы тела – нервное, кровообращение, эндокринное, пищеварительное работали нормально. Кроме того, с каждым последующим использованием пленки установки на здоровье и вспоминания усиливались. В свете последующих событий это, по-видимому, сыграло важную роль. Каждая экспериментальная пленка была снабжена детальной аннотацией. Магнитозапись дословно соответствовала письменному тексту как по содержанию, так и по порядку. Пленки заканчивались установкой, нацеленной на то, чтобы вновь вернуть испытуемого в обычное состояние полного бодрствования. Внушение осуществлялось в самой простой и доступной форме, без использования трудных для понимания слов, которые могли бы дезориентировать гипнотизируемого. Пленки были опробованы примерно на 11 человеках в возрасте от 7 до 50 лет. Результаты оказались в известной мере обнадеживающими, а техника в ходе экспериментов усовершенствовалась. Следует отметить, что пленки я, как правило, опробовал прежде всего на самом себе. Вполне естественно, на них и пало главное подозрение. В поисках ключа, который мог бы вызвать подобные последствия, я проанализировал не только каждое слово и каждый звук, но и подтекст. И ничего не нашел. Однако подозрение осталось. С появлением первого симптома эксперименты в этой области были мной прекращены. Начальный этап. Сентябрь 1958-июль 1959 года. В надежде со временем свести все симптомы, характеристики, события, теории и предположения воедино, я приступил к их классификации. Вскоре стало очевидно, что здесь можно выделить три этапа. Вероятно, кроме них имели место и другие, но мне об этом неизвестно. Временные границы начального этапа определяются совершенно четко. Симптомы. Первым необычным симптомом, как уже говорилось, были судороги. Через несколько недель появился луч с севера, вызвавший состояние оцепенения. Осторожное экспериментирование привело к ощущению вибрации. Позже я узнал, что это чувство многократно описано спиритуалистами, оккультистами и иными авторами конца XIX века. По разным поводам оно до сих пор часто упоминается в дискуссиях членов андерграунда. Ощущение вибрации – единственный симптом, устойчиво проявляющийся на протяжении всего начального этапа. Однако и он подвергся трансформации. Поначалу вибрации были резкими, иногда сопровождались зрительно воспринимаемым четким по форме кольцом из электрических искр. Их частота составляла порядка 10 циклов в секунду, определялась визуально по часам. В конце начального этапа она возросла примерно до 18 циклов в секунду, причем сами вибрации стали причинять физическому телу уже гораздо меньше неприятных ощущений. Спустя еще некоторое время я научился вызывать это состояние по своему желанию. 59% случаев. Второй симптом – тихий тонкий свист, постоянно слышимый мною в районе слуховых центров. Однажды появившись, он без перерывов сопровождал меня на протяжении всего этого периода. Осматривавший меня специалист поставил диагноз – слышимость кровотока в венах. Во всех остальных отношениях слух был в норме. Первое отделение от физического тела было непроизвольным и случилось примерно 3 месяца спустя после начала данного этапа. Большинство последующих выходов из тела осуществлялось по желанию. Во всех случаях обязательным условием было наличие вибраций, вызывать которые со временем стало легче. Других явно выраженных или повторяющихся симптомов не наблюдалось. Физиологическим следствием происходящих процессов был не упадок сил, а скорее успокоение, хотя на данной стадии необычные состояния порой сопровождались физическим возбуждением, учащение пульса, потливость, сексуальные реакции, правда умеренным. Эмоциональное состояние Всю первую половину данного периода доминировал страх психического и или физического заболевания. После консультации и обследования врачами и психиатрами он в значительной мере рассеялся. Вслед за этим на первый план выступило любопытство, одерживаемое сильной подспудной тревогой, порожденной отсутствием ориентиров и, какого бы то ни было, руководства в постижении неведомого. Другим сдерживающим фактором являлась боязнь осуждения со стороны окружающих и или семьи, а также страх не вернуться в физическое тело. Последовательность экспериментов Начиная с первого внетелесного опыта, эксперименты прогрессировали от постепенного привыкания к условиям близкого отделения расстояния 10 футов и меньше, к объективному наблюдению в состоянии частичного отделения и, наконец, к посещению иных мест в локале 1 – наше пространство-время. Методика Исследовались способы достижения вибрационного состояния в основном с помощью уже упоминавшихся магнитозаписей и приемов глубокой релаксации при полном сознании, необходимая предпосылка вибраций. Было установлено, что при условии достижения релаксации с сохранением при этом сознания вызвать вибрации довольно просто. Подтвердилось, что необходимым условием достижения вибрационного состояния является дыхание ртом, а одним из эффективных способов включения служат слабые движения физической челюстью. Стало ясно, что отделение происходит только во время вибрационного состояния, при этом техника данного процесса сводится всего лишь к очищенной от помех мысли «вверх» или «прочь». Последовательная серия экспериментов продемонстрировала, что любое нефизическое движение во втором теле осуществляется посредством одного только желания или мысли. Проблема контролируемого передвижения к определенному пункту назначения и немедленного беспрепятственного возвращения физическое тела оставалось нерешенной. Итоги. За данный период удалось прийти к следующим выводам. Первое. Существует второе тело, пронизывающее физическое или соединенное с ним. Второе. Второе тело в состоянии передвигаться и действовать независимо от физического. Третье. Эти передвижения и действия могут частично контролироваться разумом. Четвертое. Некоторые ощущения второго тела соответствуют физическим, другие не имеют аналогов. Пятое. В ряде случаев второе тело способно перемещаться в том же пространстве времени, что и его физический двойник. Средний этап. Август 1959, сентябрь 1962 года. Симптомы. Начало данного этапа ознаменовано коронарным тромбозом средней тяжести. Доказательств тому, что болезнь каким-то образом связана с экспериментами нет, хотя отсутствие подтверждения само по себе не исключает подобной возможности. Продолжалась эволюция вибрационного состояния, которое к концу периода свелось к ощущению теплоты. Это произошло в средстве чистоты вибраций, в результате чего отдельные пульсации стали неразличимы. Воспринимаемый слухом свист без изменений продолжался все это время. Отделение от физического тела стало происходить проще и естественнее, а проблемы с возвращением возникали лишь от случая к случаю. Преднамеренно вибрационное состояние вызывалось днем, произвольное же наступало поздно вечером. Внешние физиологические симптомы оставались прежними, никакого упадка сил, некоторая стимуляция. По причине закупорки коронарного сосуда наблюдение за этим велось особенно тщательно. Эмоциональное состояние Поначалу имела место тревога относительно возможных физиологических последствий, усиливаемая неспособностью по своему желанию контролировать ВТО. К середине данного периода эти опасения значительно ослабли. В основном по причине того, что они так и не подтвердились, а также вследствие возросшей уверенности в себе. По-прежнему сохранялась обеспокоенность относительно возвращения в физическое тело и опасности по незнанию совершить в неведомых мне областях какую-нибудь серьезную ошибку. Последовательность экспериментов Длительные посещения Локала-1 стали реже, постепенно вытесняясь путешествиями в Локал-2, поначалу непроизвольными. Под конец был открыт вход в Локал-3 и началось его исследование. В конце же периода было открыто и межвременное состояние. Методика. Во время дневных экспериментов в качестве техники релаксации применялся прием отсчета. По ночам просоночное состояние трансформировалось в ставшее уже знакомым состояние вибрации теплоты. Дыхание ртом стало автоматическим, затем к нему добавились эксперименты с настройкой челюстью. Отделение от физического тела с помощью поворота на 180 градусов против фазы назад и прочь оказалось наиболее эффективным и надежным. В целях гарантированного возвращения физическое тело была опробована и стала применяться на практике определенная техника К-сигнал. Итоги. Первое. Существование второго тела получило дополнительное подтверждение. Второе. Был открыт Локал-2 с присущими ему особыми характеристиками, отличными от характеристик Локала-1. Постулировано существование Локала-3, близкого по своим свойствам Локалу-1, но находящегося на иной стадии научно-технического развития. Четвертое. Личность человека переживает смерть и продолжает свое бытие в Локале-2. Пятое. Между людьми возможна коммуникация на сверхречевом уровне, как в состоянии бодрствования, так и во время сна и или полусна во втором состоянии. Шестое. Некоторые или большинство физические живые человеческие существа отделяются от своего физического тела во время сна. Причина этого неизвестна. Поздний этап – октябрь 1962 года, октябрь 1970 года. В этот период число экспериментов сократилось, главным образом потому, что удобных для этого случаев предоставлялось все меньше, и во на первый план выступили материальные заботы, а предшествующая деятельность стала рассматриваться в качестве второстепенной. Симптомы. На этом этапе вибрации исчезли полностью, трансформировавшись сначала в тепло, а затем в неподдающееся определение чувства бытия. Отделение от физического тела стало возможным только в этом бытийном состоянии, причем с минимальными усилиями. Единственным заметным физическим симптомом было легкое чувство дезориентации, головокружения и небольшого дискомфорта, дрящиеся около девяти часов по завершении эксперимента. Специальных опытов не ставилось, и потому причина этого неизвестна. В середине периода я заболел тромбическим геморроем, по всей вероятности ставшим следствием эксперимента, имевшего место за четыре дня до этого, никакой предрасположенности к данному заболеванию ранее не замечалось. В этот же период снизилась потребность во сне, вместе с тем ее удовлетворение сделалось обязательным. Неподчинение желанию спать влекло за собой ослабление физических и умственных сил, тогда как даже пять минут сна давали большой прилив энергии. Кроме этого зафиксирован только один существенный симптом. В двух не связанных один с другим случаях возникало полное ощущение близкой билокализованности. В полном сознании, чувственно целиком воспринимая свое физическое окружение, мое «я», тем не менее, находилось чуть в стороне от меня. В обоих случаях, чтобы полностью интегрироваться в физическую среду, требовалось внутреннее усилие. Посредствия пребывания в этом состоянии неизвестны, свист по-прежнему не прекращался. Эмоциональное состояние. Появившиеся на предыдущих этапах страхи в этот период полностью рассеялись, главным образом по причине твердой уверенности в надежности способов немедленного произвольного возвращения в физическое тело. Кроме того, анализ имеющихся данных привел меня к заключению, что мое состояние следует оценивать скорее как эволюцию, нежели деградацию. В то же время стала проявляться некоторая обеспокоенность относительно известной непрочности существования физического тела. Как средствие существенно уменьшилось пренебрежение физическими опасностями. Причина этого непонятна. Последовательность экспериментов. Эксперименты проводились без какого бы то ни было плана, поскольку в этот период меня занимали другие проблемы, поэтому опыты носили спорадический характер и ставились только тогда, когда подворачивался удобный случай. Состоялось несколько очень результативных посещений как Локала-1, так и Локала-2. В основном посещался Локал-2. Полученные при этом данные неприложимы к физическому миру. Локал-1. Строго научные эксперименты в лабораторных условиях начались в конце данного периода. Методика. Ей уделялось мало внимания. Это видно из того, что две главные проблемы так и не были решены. Первая – разработка способов глубокой релаксации, достижение которой стало все более затруднительным. Вторая – хроническая неконтролируемость, попадание в пункт назначения. Были опробованы различные техники, ни одна из которых не дала надежных результатов. Главная причина затруднений – в конфликте между разумом и сверхсознательным, ярко проявляющаяся, когда оба они действуют на полную мощность. Во втором состоянии определяющая роль, при выборе решения играет сверхсознательное. Итоги Первое – находясь во втором теле, можно физически воздействовать на физически живое человеческое существо, пребывающее в состоянии бодрствования. Второе – в результате экспериментов открываются области знания, полностью недоступные рациональному постижению автора данной книги. Девятнадцатое – статистическая классификация. Чтобы разобраться во всей этой массе неупорядоченных данных, прежде всего, необходимо определить параметры, по которым должен осуществляться анализ. После нескольких попыток стало ясно, что из общепринятых критериев годятся лишь некоторые. Поэтому, дабы классификация данных стала возможной, были выделены исходные основания, которые и определяют степень достоверности полученных выводов. Первое – мера доверия экспериментатору. Имеется в виду не общественное положение, а скорее оценка его главных качеств. Сколь бы искренним он ни был, степень доверия к нему должна определяться по основополагающим чертам его личности. В связи с моими экспериментами, ради того, чтобы получить дополнительные данные, я готов еще раз пройти любое психиатрическое, психологическое и медицинское обследование. Одного этого, пожалуй, достаточно, чтобы отнестись к сообщаемым мною фактам с должным вниманием. Второе – сходное аналогично. Попросту говоря, это значит, что реальность, наблюдение или действие, предпринятого во втором состоянии, определяется по тем же критериям, что и реальность их физических соответствий в здесь-тепе. Если описываемое мною переживание в точности, приблизительно или в достаточной степени, сходно с теми, что воспринимаются нами в обычном состоянии физического бодрствования, их следует, невзирая на явное противоречие современным знаниям и представлениям человечества, признать реальными. Третье – восприятие и интерпретация. Их достоверность надо полагать та же, что и в состоянии обычного физического бодрствования и определяется степенью приспособленности к окружающей среде, опытам, интеллектам и эмоциональным складам. По всей видимости, во втором состоянии восприятие регулируется тем же самым процессом рациональной интерпретации. Распознание форм и структур, оценки, классификации и основанное на этом действие, как и в обычном состоянии физического бодрствования, зависят от тренированности и личного опыта индивидуума. В случае же восприятия информации, выходящей за пределы личного опыта, разум во втором состоянии подчиняется жесткой команде «отождествить». Подчиняясь этому безоговорочному приказанию, он стремится игнорировать сам факт существования неведомого, пытаясь осуществить его идентификацию в рамках своего опыта. Другими словами, следует признать, что экспериментатор говорит правду, что происходящее во втором состоянии, «поскольку оно удовлетворяет критериям реальности, принятым физическом, бодрствующем мире, также реально, что во втором теле разум функционирует аналогичным образом, пользуясь какими-то иными каналами для зрения, слуха, осязания, а кроме того, некоторыми дополнительными способами восприятия, что во втором состоянии разум отвергает элемент неизвестности, даже если это стоит ему ошибочной идентификации, что это свойство присуще человеческому восприятию и интерпретации и в обычном состоянии». Принятие этих исходных положений несколько облегчает классификацию примерно 589 экспериментов, проведенных за 12 лет. Ниже следуют некоторые дополнительные выводы. На время сновидения мыслительный процесс прекращается. Сознание в обычном смысле этого слова не действует. Участие в событиях либо чисто рефлекторное, неконтролируемое, либо сводится к полной безучастности неподвижного наблюдателя, не способного предпринять никакого осмысленного действия. Восприятие ограничено одним – чувством, самое большое – двумя. Способность непосредственно анализировать не используется, отсутствует. Все восприятие оказывается в плену ошибочных ассоциативных отождествлений, которые в таком виде и сохраняются в памяти сознания. Второе состояние также противоположно сновидению, как и бодрствование. Сознание «я есть» сохраняется. Разум пытается управлять ощущениями точно тем же способом, как он это делает в состоянии полного физического сознания. Решения и действия осуществляются на основе ощущений и размышления. Выяснение истинного характера ощущений сложно достичь с помощью настойчивых, целенаправленных и систематических действий, значение которых столь же велико, как и в состоянии физического бодрствования. Поступление сенсорной информации не ограничивается одним или двумя источниками. Эмоциональные стереотипы проявляются в большей степени, чем в физическом сознании, но при этом по-прежнему поддаются контролю. Если данные того или иного эксперимента не соответствовали большинству из названных характеристик второго состояния, то он относился мною к категории сновидений. Не вошедшие в это число опыты классифицировались еще раз. Теперь в поисках возможной причины этого состояния анализировались внешние условия. Из приводимой ниже сводки ясно, что если таковая причина и существует, то установить ее очень трудно. Положительные результаты достигались в основном в тепле, в положении лежа ничком, вдоль направления север-юг. Заметного влияния таких факторов, как солнечный свет, влажность, перепады давления, местонахождение физического тела, гравитационное воздействие Луны не прослеживается. Возможно, эта проблема заслуживает более детального исследования, но оно пока не проводилось. Физические условия в успешных экспериментах. Процент от общего числа экспериментов. День – 42,2. Ночь – 57,8. Тепло – 96,2. Холодно – 3,8. Влажность видимого эффекта не отмечена. Атмосферное давление видимого эффекта не отмечено. Положение лежа ничком – 100%. Положение стоя – 0. Ориентация север-юг, головой на север – 62,4. Ориентация восток-запад, головой на восток – 19,2. Ориентация не фиксировалась – 18,4. Положение Луны и планет видимой связи – не отмечено. Дать оценку физиологического состояния несколько проще, поскольку оно фиксировалось в большинстве дневниковых записей. Физиологическое состояние в успешных экспериментах. Процент от общего числа экспериментов. Нормальное самочувствие – 78,4. Легкая слабость – 21,2. Болезнь или телесное повреждение – 0,4. Усталый – 46,5. Отдохнувший – 18,8. Промежуточное состояние – 34,7. До еды – 17,5. После еды – 35,5. Промежуточное состояние – 47. Возможные катализаторы. Лекарства, другие вещества – 12,4. Эти данные свидетельствуют о том, что физическое заболевание, столь часто сопутствующее самопроизвольным выходом во второе состояние, особого значения не имеет. Чаще всего в качестве предварительных условий выступает легкая усталость. По прошествии некоторого времени – после еды. Лекарственные или химические стимуляторы и депрессанты существенной роли не играют. Психологическое состояние в начале успешных экспериментов. Процент от общего числа экспериментов. Классификация психологических состояний физическое состояние – 20,5. в силу необходимости, осуществляемая по данным одной единственной человеческой лаборатории, показывает, что основной предпосылкой является спокойствие в сочетании с некоторой долей эмоций и самонаблюдений. Понятием «испуг» обозначены различные оттенки беспокойства, определявшего душевное состояние в основном на начальной, бурной и ошеломляющей стадии экспериментирования. Различные оттенки настороженности часто проявлялись одновременно со спокойствием. Ниже следует анализ контрольных элементов. Природа состояния в успешных экспериментах. Процент от общего числа экспериментов. Намеренно вызванное – 40,2. Самопроизвольное – 14,9. Неопределенное – 44,9. Эксперименты по намеренному вызыванию состояний. Процент от общего числа попыток. Успешный результат – 58,7. Засыпание – 13,6. Безрезультатно – 27,7. Применяемые методы. Успешный результат – засыпание безрезультатно. Индуцирующая звукозапись. 17,1, 5,7, 4,5. Релаксация с отсчетом. 24, 4,5, 12,9. Прием вспоминания. 3,7, 1,7, 4,7. Комбинация приемов. 13,9, 1,6, 5,7. Наблюдаемые симптомы в успешных экспериментах. Процент от общего числа экспериментов. Свист воздуха – 45,2. Физическое оцепенение – 11,4. Вибрация – 30,2. Ощущение теплоты – 66,9. Прочие – 33,8. Следует заметить, что эксперименты, выделенные в графу «самопроизвольное», вслед за наступлением первых признаков второго состояния, становились намеренными, то есть, как только в ходе обычной релаксации эти признаки начинали проявляться, я тут же использовал предоставляющуюся возможность. К числу неопределенных отнесены те случаи, когда присутствовала лишь тенденция, а развитие состояния осуществлялось осознанно. В графу «Успешный результат» входят эксперименты, давшие по меньшей мере два симптома и завершившиеся выделением второго тела или его части. «Засыпание» означает, что в ходе опытов я просто засыпал. К безрезультатным отнесены эпизоды с неопределенным исходом и не сопровождающиеся ни одним из симптомов. Применяемые методы демонстрируют степень эффективности различных техник, описанных в этой книге и представляющих собой развитие приемов, выработанных путем проб и ошибок. Например, индуцирующие магнитозаписи оказались вполне эффективными, но обнаружили внутренне присущую им ограниченность, выражавшуюся в затормаживании свободного самовыражения. Именно поэтому чаще всего использовалась техника отсчета. Симптомы следует рассматривать с точки зрения их эволюции. Физическое оцепенение имело место только на начальных этапах. То же самое можно сказать и о вибрации, которая на глазах эволюционировала в ощущение тепла лишь изредка, в середине и на более поздних этапах экспериментирования, проявляясь в прежних формах. Цвист появился в начале и с перерывами продолжался все время. В удавшихся экспериментах источники информации распределяются следующим образом. Способ восприятия. Процент от общего числа экспериментов. Зрение. 67,2. Слух. 82,7. Осязание. 69,8. Вкус. 0,7. Обоняние. 0,3. Движение. 94,2. Прочее. 73. Следует заметить, что отнесение перечисленных выше источников ощущений к той или иной категории условно и не означает, что восприятие осуществляется посредством идентичного нефизического эквивалента нервной системы. К настоящему времени нет фактов, доказывающих или опровергающих существование такого рода структуры во втором состоянии. Равным образом нет и удовлетворительного объяснения той незначительной роли, которую играет вкус и обоняние, разве что причина в их зависимости от физического контакта с самой материи или частицами материи. Правда, осязание, хотя и определяется теми же условиями, тем не менее выступает в качестве одного из основных источников ощущений. Возможно, дело в том, что оно функционирует по иному принципу, каким-то образом воспринимая информацию в виде излучения. А может быть, просто у меня лично. Это чувство развито сильнее, чем вкус и обоняние. Движение выделено в отдельную строку, поскольку предполагает скорее действие, чем пассивность, и, вероятно, может рассматриваться как еще одно чувство, находящееся за пределами традиционных пяти. Примерная аналогия этому – механизмы равновесия в физическом теле, передающие сигналы в мозг, независимо от того, подтверждаются они или нет импульсами, идущими от других органов чувств. В физическом теле основой этого механизма служат, по-видимому, гравитационные и инерционные силы. Возможно, тоже имеет место и во втором состоянии. В разряд прочее отнесено то, что не имеет физического соответствия. Способы восприятия во втором состоянии не укладываются в рамки нынешних знаний и теорий. Наиболее приемлемым кажется предположение, что во втором состоянии восприятие осуществляется не с помощью каких-то аналогов физических механизмов, а скорее посредством некой силы электромагнитного спектра, магнитными полями, непосредственно либо воспринимаемыми, либо генерируемыми, или же с помощью какой-то иной силы или поля, пока что нам неизвестных. Подтвердить это можно только путем самого широкого и разностороннего исследования источников. Четвертое. Анализ классификации. Один из ключевых вопросов, возникающих при изучении феномена второго состояния, заключается в следующем. Насколько активно и точно разум классифицирует воспринимаемую информацию, на основе которой он затем рационально действует? Результаты осуществляемых разумом отождествлений могут быть представлены в табличном виде. Процент от общего объема воспринимаемого. Знакомое. Подобное. Неизвестное. Конфигурация. Вид или форма. 26, 44,4, 35. Структура. 24,8, 43,9, 31,3. Компоненты. 17,4, 32,2, 50,4. Одушевленное. Разумное. 65,4, 75,7, 30,7. Дочеловеческое. 7,1, 1,3, 8,7. Искусственно созданное. 27,6, 23, 17,4. Неизвестное. Прочерки. 43,2. Неодушевленное. 21,1, 46,2, 32,7. Абстрактное. 62,1, 62,2, 81,8. Искусственно созданное. 37,9, 37,8, 18,2. Событие, действие, наблюдаемое с участием 25,7, 18,9, 55,4. Экспериментатора. 39, 19,2, 41,8. Аналогичное. Прочерк. 80,4, 19,6. На основе данной сводки можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев во втором теле приходится иметь дело с разумными существами гуманоидного типа, действующими в привычной нам или похожей на нашу обстановке, и пользующимися предметами, поддающимися узнаванию. Однако, если рассматривать само событие или связанное с ним действие, тенденция будет обратной. Приводимые нежиданные показывают, что многое просто выходит за пределы моего опыта и знания. Пятое. Отношение ко второму состоянию. Что касается самой информации, воспринимаемой во втором теле, то наибольшие трудности возникают при попытках применить к ее оценке известное нам физическое, научное, историческое и социальное понятие. Проблему можно иллюстрировать следующей сводкой данных. Физическое понятие. Процент от общего числа успешных экспериментов. Идентично. Отлично. Несопоставимо. Неизвестно. Время. 45,2. 49,1. 5,7. Структура материи. 38,4. 41,8. 19,8. Базовые мотивации. 28,26,46. История, религия. Техническое развитие. 27,61,3. 11,7. Политическая история. 27,44,5. 28,5. Богословские постулаты. 4,9. 64,2. 30,9. Следует иметь в виду, что данную классификацию надо рассматривать в свете развития техники и опыта второго состояния. Категория «Время» означает ощущение хода времени в период нахождения во втором теле и не связано с измерением физического времени. Время отсутствия в физическом состоянии в классификации не отражено, поскольку оно не имеет отношения к актуальности второго состояния. Применительно к категории «Время» оценки отнесены идентично к событиям, сопровождающимся представлением о времени, а отлично несопоставимо к событиям, в ходе которых физическое время эксперимента воспринималось как ускоренное, замедленное или несуществующее. Неизвестно означает, что соответствующие данные в дневнике не зафиксированы. Прочие научные понятия, представленные в классификации, относятся исключительно к условиям, действиям и окружающей среде второго тела и не касаются локальных экспериментов и посещений людей и мест здесь теперь. Последние происходили в соответствии со всеми естественными законами, хотя это и не обязательно влияло на эксперименты со вторым телом. Анализ социальных явлений обнаруживает всю сложность приспособления к среде второго состояния. При столь огромной разнице в кругозоре, мышлении, действиях и эмоциях, понимание чрезвычайно затруднено. Проявляющиеся при этом несоответствия описаны выше. Что касается раздела «История-религия», то во всех трех строках при оценке «Идентично» имеются в виду события, являющиеся результатом посещений преимущественно здесь теперь. Практически все опыты, включенные во второй столбец, относятся к областям, отличным от известного нам пространства времени. В третьем столбце представлены данные, которые в дневнике либо не интерпретировались, либо совсем не фиксировались. В предыдущей главе уже отмечалось, что развитие структуры экспериментов стабильно сопровождалось изменениями восприятий. В первом столбце представлены результаты в основном начальной стадии экспериментирования. Второй и третий столбцы отражают среднюю и позднюю стадии. Ясно, что соотнести эти более поздние результаты с известными нам понятиями можно лишь с помощью новых концепций. Классификация по сходствам и аналогиям позволяет по-новому взглянуть на систему локалов. Процент от числа экспериментов, в которых данная характеристика присутствовала. Локал 1, локал 2, локал 3. Соотношение локалов в успешных экспериментах. 31,6, 59,5, 8,9. Время 85,8. Прочерк 88,7. Структура материи 75,4, 52,5, 75,8. Сохранение энергии 58,3, 33,9, 91,9. Гравитация 54,0, 23,3, 87,1. Действие противодействия 62,27, 67,3. Радиация 73,5, 91,9, 42,1. Социальная организация 31,1. Прочерк 29. Процент от числа экспериментов, в которых данная характеристика присутствовала. Локал 1, локал 2, локал 3. Отношения полов 24,2, 39,4, 33,9. Процесс обучения 1,9, прочерк 0,2. Взросление старения 1,4, прочерк 0,3. Генетическая связь 5,2, прочерк 11,3. Симбиотические отношения 12,8, прочерк 33,9. Культурные тенденции 5,2, прочерк 0,8. Базовые мотивации 43,1, прочерк 71. Техническое развитие 68,2, прочерк 24,2. Политическая история 68,3, прочерк, прочерк. Богословские постулаты 13,7, прочерк, прочерк. Еще одно состояние, не включающее в себя движение, не вошло в данную классификацию, поскольку оно не связано ни с одним из локалов. Его описание дано в главе 12. Локал 1 во всех отношениях в точности соответствует физическому материальному миру. Локал 2 многообразен, но с локалом 1 имеет мало общего. Это область знакомых и незнакомых нам энергетических полей, где отсутствует гравитация, но при этом действует ряд более фундаментальных физических законов. С точки зрения социальной, исторической и философской параллелей локалу 1 очень мало. Локал 3 ставит вопросы, на которые нет ответа. По своим характеристикам он почти тождествен локалу 1, если не считать некоторых, не поддающихся объяснению явных отклонений, отраженных в рубриках «Техническое развитие», «Политическая история» и «Богословские постулаты». Осуществить подлинно сравнительное изучение этих областей можно лишь коллективными усилиями путем более широкого исследования феномена второго тела. Было бы желание. 20. Недоказуемое. Прошло уже столько лет, а я так и не знаю, как и почему случилось со мной это отклонение от нормы. На первый взгляд никакой видимой причины не прослеживается. Медицина и психология определенных ответов не дают, и это вызывает у меня попеременно разочарование, грусть и благодарность. Разочарование, потому что моя вера в возможности современной науки оказалась резко подорванной. Грусть, потому что полный рассвет непосредственного знания едва ли наступит при моей физической жизни. И, наконец, благодарность тем немногим из современных ученых, кто нашел в себе, мужество непредвзято подойти к проблемам, изучение которых может поставить под вопрос не только всю их ученость, но и устоявшееся религиозное и этическое представление. Итак, если ни одна из современных научных теорий, как ее не выворачивай и не выкручивай, не годится, логично предложить новую концепцию, такую, которая бы работала. Ведь, двигаясь иным путем, то есть подгоняя явление под теорию, можно «доказать» все, что угодно, вплоть до того, что человек – это всего лишь несколько галлонов тухлой водицы. Предлагаемая ниже гипотеза, сколь бы ни противоречила она современным представлениям, заслуживает серьезного к себе отношения. Другой столь же удовлетворительной я не вижу. Что она полностью обоснована, утверждать не могу, так это или нет покажет только будущее. И наоборот, ни одна из существующих теорий не в состоянии опровергнуть ее. В основе своей гипотезы, конечно же, не нова. Новой является лишь сфера ее приложения. Вопрос. Какова участь подопытного животного после того, как эксперимент завершен? Во Вселенной, населенной огромным числом разумных существ различных видов, эволюция планетарной среды, порождающей жизнь, протекает по некой типичной модели. Важнейшим необходимым условием является существование вокруг планеты, излучаемой и удерживаемой ею экранирующей оболочки. Когда в ходе естественной эволюции планетарной материи такой экран сформирован, главнейшая предпосылка для возникновения одушевленной жизни налицо. Экран состоит из газов и жидкостей, достаточно плотных для того, чтобы, во-первых, отражать, фильтровать и, или преобразовывать излучение, родительской и соседних звезд до такого уровня, когда оно становится безвредным для одушевленной жизни, а, во-вторых, поддерживать тепло, вырабатываемое самой планетой, в пределах, необходимых для протекания биохимического процесса. Сформировавшийся экран пропускает к поверхности планеты только фильтрованный свет и смягченную радиацию. Видимость по горизонтали ограничена исключительно ближайшими предметами, а по вертикали – расстоянием менее одной десятой диаметра планет. Ни удаленные звезды, ни Луны, ни другие планеты не видны. Самое большее время от времени можно наблюдать неясное свечение родительского Солнца, перемещающегося от горизонта к горизонту по мере вращения планеты. В такой среде зарождается и эволюционирует одушевленная физическая жизнь. Там, где подобный экран не сформировался или просуществовал недостаточно долго, одушевленная физическая жизнь отсутствует. Там же, где он распался или улетучился в космическое пространство, жизнь, если она не обладает интеллектом настолько мощным, чтобы создать искусственную среду, деградирует и гибнет. Итак, данный тезис предполагает деление всех планет на две категории – экранированная и неэкранированная. На планетах с полупрозрачным экраном развитие одушевленной физической жизни возможно. Неэкранированные же остаются пустынными, состоящими из одной лишь неорганической материи. Какие-либо исключения из этого правила крайне редки. Развивающаяся в этих условиях жизнь начинает осознавать и использовать в первую очередь те природные силы, которые доступны ее непосредственному восприятию. Перечисленные в порядке их воспринимаемости и применения, они таковы. Первое. Пси. Энергия творческой мысли. Второе. Биохимическое. Третье. Ядерное. Четвертое. Гравитационное. Электромагнетизм используется в незначительной мере, оставаясь скорее побочным продуктом применения других сил, как, скажем, дым по отношению к огню. Наиболее насущные потребности складывающихся форм жизни удовлетворяются посредством развития пси-силы. Важнейшая из них – потребность в коммуникации, реализуется автоматически при помощи врожденных механизмов. Передача и прием информации от индивида к индивиду или от одной группы к другой осуществляется вне рамок пространственно-временных ограничений. В ходе накопления опыта и знаний осваиваются и другие сферы применения пси, такие как перемещение и преобразование материи, контроль и управление низшими видами, коммуникация и общение с существами нефизической материальности. По мере того, как разумные формы жизни развиваются в общество и цивилизации, сами собой формируются, понимание и навыки обращения с прочими, доступными данной жизни, силами. В типичном случае это результат стремления индивида и общества как-то облегчить утомительность постоянного использования пси-силы. С этой целью создаются механические приспособления для производства питания необходимого телу, для управления и контроля за планетарной средой обитания, для транспортировки материи, разнообразных способов передвижения и даже для модулирования и усиления пси-силы. Вследствие нематериальной природы, пси, овладение прочими силами происходит довольно быстро. Вероятно, на этой ступени своего развития общество впервые вступает в разумный контакт с обществами, населяющими другие планеты, а также с обитателями нефизических миров. Совершив этот последний шаг на пути к собственной зрелости, социальная организация вливается в бесконечно огромное межгалактическое сообщество. Закономерным и важнейшим итогом такого союза является достоверное знание об отношении целого к Творцу. Ложные фантазии и представления немедленно исчезают. Нормы, в соответствии с которыми происходит развитие и распространение разумной жизни, оказываются сложнейшим образом, связанными с правилами и законами энергии и выполняются неукоснительно. Многие социальные организации уже с давних пор стали принимать грубые эманации пси-силы, излучаемые с окраин одной ничем не приметной галактики. Поначалу особого интереса это явление не вызвало. Качественные и количественные характеристики свидетельствовали в пользу, судя по всему, доразумного, животного происхождения сигналов. Тем не менее, некий досужий оператор из чистого любопытства решил проанализировать этот хаотичный пси-шум с помощью приборов. К его удивлению, счетчик зафиксировал редкие всплески целенаправленного применения пси. Столь странное обстоятельство привлекло к себе внимание. Было проведено зондирование данной области на пси, позволившее предположить зарождение там нового общества. Необычное открытие произвело сенсацию, и туда было послано стандартное пси-обращение, направляемое новым обществом. К удивлению, никакого ответа не последовало. Не дали результата и последующие обращения. Исключительно редкий случай. Для физического исследования аномалии на место была послана экологическая экспедиция. Исследователи установили, что сигналы поступают с третьей по счету планеты звездной системы класса 10. Измерения и наблюдения, произведенные при орбитальном облете, показали, что развитие разумной жизни идет с отклонением от нормы. Газообразная оболочка планеты не обладает необходимыми защитными и фильтрационными свойствами. Видимо, по этой причине ее поверхность, как освещенная Солнцем, так и затененная подвергается необычайно интенсивному воздействию радиации. Кроме того, вследствие высокой скорости вращения вокруг собственной оси и иных факторов вся планета пронизана чрезвычайно мощным магнитным полем. Вместе взятое это оказывает сильное влияние на условия жизни, находящегося на стадии младенчества общества. Вблизи пси-шум оказался совершенно невыносимым, без специального оборудования для экранирования от него или его нейтрализации высадиться на поверхность планеты было бы просто невозможно. Пси-излучения производили впечатление грубой, неупорядоченной иррациональности, неконтролируемой и необъективной. Вместе с тем, визуальное наблюдение обнаружили зачатки социальной организации, материальной культуры и овладения окружающей средой. К счастью, один из членов экспедиции обладал большим опытом в области персональной пси-защиты. Он-то и предложил попробовать вступить в физический контакт, что и было осуществлено им в то время, когда остальные терпеливо дожидались его на пустынном и лишенном жизни спутнике планеты. Визит обнаружил недостаточную подготовленность исследователя к экстремальным условиям, и он вернулся, спустя короткое время, ментально опустошенный. Ему, правда, удалось вступить в контакт в нескольких пунктах на поверхности планеты. Новое общество находилось в процессе становления, протекавшим, однако, невероятно тяжело. Пси-сила не использовалась, отсутствовало всякое знание или понятие о ней. При попытках установления пси-коммуникации обитатели планеты либо в панике убегали, либо простирались ниц, излучая сильные пси-эманации, смысл которых сводился к тому, что перед ними сам Творец, как это ни странно, но тщательное зондирование на пси обнаружило в уме этих существ отдельное, случайное, проблески понимания универсальных законов, однозначно свидетельствующие о том, что семя в самом деле было посеяно и должно, вопреки внешним условиям, вырасти в социальную структуру, предусмотренную замыслом. С этими результатами экспедиция вернулась назад, чтобы спокойно проанализировать проблему. Позже другие, лучше оснащенные исследователи, время от времени посещали и наблюдали эту, борющуюся за выживание, разумную жизнь. Все посещения проводились в соответствии с правилами, применяемыми в отношении младенческих обществ, не оказывать прямой поддержки, чтобы не стимулировать доминирование одной культуры на другой. Нередко удавалось зафиксировать применение пси-силы на индивидуальном уровне. Это обнадеживало. Вместе с тем выяснилось, что несмотря на все предосторожности, каждое новое посещение лишь укрепляло мифы и легенды, возникшие в результате предыдущих контактов. Получить ответ на пси-зондирование, адекватную индивидуальную реакцию, можно было лишь в виде исключения. Ни одна из них так и не развилась до уровня общепринятой практики. В последнее же время ситуация существенно изменилась. Постоянный пси-мониторинг плюс информация от нематериальных разумных существ позволили сделать вывод, что данное общество неожиданным образом вступило в ядерную эпоху, оставаясь при этом на биохимической стадии развития. Применение ядерной энергии с неизбежностью ведет к овладению гравитацией, а это дает исторически преждевременную возможность совершать межзвездные путешествия. Без полного понимания сущностей пси-полей контакт такого общества с другими социальными организациями может иметь губительные последствия, а при межзвездных физических путешествиях такие контакты неизбежны. Перед лицом подобные перспективы исследовательские группы прилагают все новое и новые усилия по установлению контактов, стараясь при этом не оказывать серьезного воздействия на динамику развития нового общества. Это затруднительно, ибо препятствия, о которых говорилось выше, по-прежнему существуют. В интерпретациях все так же доминирует ориентация на божественное. Те, с кем путем пси-зондирования вступают в контакт, все так же теряют способность, рационально мыслить. Их считают больными и изолируют от общества. Всякое проявление устойчивой психоммуникации объявляется иллюзией либо сновидением. Последний термин в этом обществе используется для обозначения некоординируемой пси-активности в периоды перезарядки организма, как это имеет место у младенцев из обычных социальных культур. Труднее всего вступить в коммуникацию с интеллектуальными лидерами. Все без исключения попытки такого рода оканчивались неудачей. Исследования показывают, что это результат тотальной поглощенности изучением материи, исторически сложившегося отрицания любых пси-феноменов, неспособностью воспринимать какую бы то ни было информацию, помимо поступающей посредством света, звука, вибрации газообразной оболочки и колебаний электромагнитного излучения, механически генерируемого и передаваемого. Незначительный эффект достигается в тех случаях, когда индивид не обладает научной подготовкой, лишь тормозящий контакт. С несколькими такими обитателями планеты, лишенными необходимости серьезно переучиваться и не рискующими потерять престиж, удалось осуществить продуктивный обмен рациональной мыслью. К сожалению, интерпретации, которые дает полученным сведениям их неразвитый ум, часто оказываются сильно искаженными, к тому же ведущие авторитеты данного общества отвергают свидетельства и сообщения таких людей, объявляя их просто невежеством. Работа продолжается до сих пор. В надежде пробиться к сознанию членов данного общества в их бодрствующем, активном состоянии, используется сложнейшее оборудование, генерирующее пси-излучение. Одни индивиды, обладающие хоть каким-то интеллектом и здоровым любопытством, обучаются, иногда обучение бывает мучительным, основам пси-техники, других временно изымают из окружающих их обстановки либо в плотном материальном, либо в пси-состоянии, для того, чтобы обследовать их в поисках ключей к решению проблемы. В соответствии с правилами предосторожности, применяемыми ко всем низшим социальным организациям, непосредственных акций предпринято не будет, ибо установлено и многократно подтверждено опытом, что общество низшего порядка, вступив в контакт с высокоразвитыми обществами, неизменно гибнут. Какие-то детали этой гипотезы могут оказаться ошибочными, мотивацией иными, но в основе своей она, пожалуй, не так уж и далека от реальности. Для них мы, возможно, и в самом деле всего лишь интересные лабораторные животные, нужные для разных экспериментов, только и всего. Если такая коммуникация и эксперименты в самом деле имели место в прошлом и продолжаются по сей день, то, возможно, именно им мы обязаны многими загадками нашей человеческой истории. Конечно, это резко противоречит как древним, так и современным богословским воззрениям, поскольку в таком случае явления, приписываемые Богу и его всевозможным сподвижникам, получают гораздо более прозаическое объяснение. Придется коренным образом пересматривать и науки о живом, в первую очередь занимающиеся изучением разума, личности, нервной системы. Расплывчатые предположения о природе психических и физических болезней, видимо, будут заменены достоверным знанием. Проще всего адаптироваться физическим наукам. В этой области экспериментировать и экстраполировать относительно просто, а новые знания базируются на довольно прочных основаниях. Что касается лично меня, то данная гипотеза довольно удовлетворительно объясняет многое из пережитого мною. Для выяснения того, каким образом согласуется с ней каждый эпизод, необходим повторный, скрупулезный анализ всего материала. Как философ, психиатр или иной специалист, посвятив долгие годы труда экспериментам, изучению и разработке какой-либо концепции, не желает затем отойти от нее, так и я не хочу еще раз менять избранное направление. Как бы то ни было, приводимые ниже эпизоды просто так со счетов не сбросишь. Они относятся к начальному этапу экспериментов и цитируются здесь по дневниковым записям почти дословно. 9 сентября 60-го года. Вечер. Лежал вдоль оси север-юг, как вдруг почувствовал, что охвачен и одновременно пронизан каким-то необычайно мощным лучом, спустившимся, как мне показалось, с севера с высоты примерно 30 градусов над горизонтом. Я был полностью парализован и лишен собственной воли. Ощущение было такое, что я нахожусь перед лицом чрезвычайно могущественной силы в личном контакте с нею. Она обладала разумом, выходящим за пределы постижения и проникла «получу» прямо мне в голову. Казалось, она обыскивала каждый закоулок моей памяти. Я не на шутку испугался, ибо был бессилен хоть как-то противостоять рженью. Эта разумная сила вступила мне в голову в месте, расположенном над самым лбом, и не содержала ни одной мысли или слова утешения. Казалось, она даже не подозревала о наличии у меня чувств и эмоций. Мною она была воспринята как нечто безличное, торопливое и целенаправленное, ищущее в моем уме что-то вполне конкретное. Спустя короткое время, возможно, всего несколько секунд, она покинула меня. Я воссоединился, встал, встряхнулся и вышел на улицу глотнуть свежего воздуха. 16 сентября 60-го года, вечер. Тоже безличное зондирование, та же сила под тем же углом, однако на этот раз возникло отчетливое ощущение, что я неразрывно связан и всегда был связан с нею, долгом и что здесь на земле я выполняю определенную работу. Моего согласия на это не требуется, мне просто поручено делать ее. Впечатление такое, что я приставлен обслуживать некую насосную станцию, что это грязная, заурядная работа, но она моя. Мне ее навязали и ничего, абсолютно ничего в этой ситуации изменить нельзя. Возникло ощущение огромных труб, столь древних, что все они покрыты отложениями и ржавчиной, по ним текло что-то вроде нефти, только гораздо более насыщенной энергией, нечто жизненно необходимое и ценимое где-то в другом месте. Предположение, не на этой материальной планете. это продолжается уже в течение эонов. Тут же присутствовали другие группы сил, извлекающие то же самое вещество, каким-то образом очень сильно конкурируя при этом друг с другом, а само вещество в некоем далеком пункте или в некой цивилизации перерабатывалось в нечто представляющее большую ценность для существ, находящихся за пределами моего понимания. И на этот раз разумная сила быстро вышла из меня и посещение закончилось, чуть погодя я встал с чувством некоторой подавленности и направился в нашу домашнюю ванную. В самом деле захотелось вымыть руки, как после работы, хотя они были чистыми. 30 сентября 60 года вечер. Сценарий тот же, что и 16 сентября опять ощущение, что я оператор насосной станции опять появление получу того же существа, обыскивание моего ума в поисках чего-то конкретного, что контролирует мой дыхательный аппарат. Кажется, мне удалось понять, что существо ищет какую-то субстанцию, позволяющую дышать земной атмосфере. Мне было показано мысленно изображение какой-то сумки размерами примерно 2 на 3 дюйма и толщиной в дюйм подвешенной на ремне у пояса сопровождаемая констатацией «Вот так мы дышим теперь». Это придало мне храбрости, и я попробовал вступить в коммуникацию. Мысленно, так же и вслух. Знак вопроса спросил, кто они такие, и получил ответ, который не смог ни перевести, ни понять. Затем почувствовал, что они собираются уходить, и попросил их дать мне какое-нибудь свидетельство в знак того, что они в самом деле были здесь, но ощутил лишь снисходительное удивление с их стороны. Затем они, похоже, взмыли в небо, в то время, как я, умоляюще, взывал им вслед. Возникла уверенность, что их ментальность и разум выходят далеко за пределы моего понимания. Это была безличная, холодная, разумная сила, без намека на столь почитаемое нами чувство любви и сострадания, и вместе с тем возможно то было всемогущество, именуемое нами Богом. Посещения такого рода, случавшиеся в историческом прошлом человечества, вполне могли послужить основой всех наших религиозных верований, а наше современное познание в этой области столь же несовершенны, как и тысячу лет назад. Когда, наконец, немного отпустило, я сел и заплакал, зарыдал, как не рыдал никогда в жизни, ибо теперь безоговорочно и со всей безнадежностью понял, что Бог моего детства, Бог церквей и религий всего мира совсем не таков, каким мы его чтим, и что всю оставшуюся жизнь я буду страдать от утраты этой иллюзии. В таком случае может мы просто брошенное подопытное животное, а может эксперимент еще продолжается? 21. Проблемы попытка анализа Люди, сведущие в гуманитарных науках, могут подумать, что приведенный в данной книге материал всего лишь продолжает одно из направлений мысли, известных уже на протяжении тысячелетий. Так оно в сущности и есть. В чем же тогда ее актуальность? Прежде всего в том, что этот материал почерпнут не из книг и не путем изучения прошлого. Он получен в середине XX века и сопоставляется с опытом прошлого уже постфактум. И если он достоверен, то с помощью современной технологии при условии серьезного, скоординированного изучения феномена второго тела, человечество получает возможность совершить квантовый скачок столь же или даже еще более грандиозный, чем переворот Коперника. Это может стать прорывом дверью вратами в новую эру человеческой истории. Проблема границы человек. Отчасти вследствие чрезвычайно материалистической ориентации нашего общества мы привучены и свыклись с этим считать, что человеческое существо в конечном счете ограничено пределами своего физического тела. Следовательно, периферия живого человеческого существа, то есть граница той области, на которую оно воздействует и которая воздействует на него, лежит за пределами физического тела и разума. По своей природе эта область нематериальна и не механистична, но образованна мыслью и эмоциями. Передача и прием информации осуществляются постоянно, на сознательном и бессознательном уровнях, на протяжении всей жизни, как во время бодрствования, так и во сне. Полученные таким способом данные могут оказывать на человеческое существо либо благотворное, либо губительное воздействие в зависимости от того, как они интерпретируются бессознательным разумом. Реакции на это постоянное поступление информации можно обнаружить в различных ментальных и физических состояниях индивида. Например, ваша периферия включает в себя вашего далекого друга. Друг подумал о вас рассудочно или эмоционально, автоматически в тот же самый момент вы без всякой видимой причины вспоминаете о нем. Данное явление настолько заурядно и случается столь часто, что мы не придаем ему никакого значения. Прибавьте к этому практически неисчерпаемое разнообразие человеческих взаимоотношений в данный момент и в прошлом, и вы получите некоторое представление об объеме и сложности принимаемой информации. Христианская этика, видимо, представляет собой попытку объяснить данный факт в символико-притчевой форме. То, что думают о вас ваши ближние, друзья и враги, существенным образом воздействуют на ваше ментальное «я», а затем через этот канал и на ваше физическое тело. Индивид с широким спектром устойчивых взаимоотношений вполне понятно подвергается более мощному воздействию прямо пропорционально объекту контактов. Что касается мировых лидеров, принимающих от миллионов людей сигналы, заряженные как позитивными, так и негативными эмоциями, то их нагрузка не поддается измерению. Следует, кроме того, иметь в виду, что мысли и чувства, генерируемые вами в других людях, через обратную связь возвращаются к вам самим. Попробуйте представить себе сеть невидимых нервных волокон, идущих от вас каждому человеку, с которым вы контактируете. К вам и от вас по ней все время идут сигналы, мысли. От тех, кто часто думает о вас сознательно или бессознательно, тянется мощный, постоянно работающий канал коммуникации. На другом конце диапазона частот находятся те, кто вспоминает о вас быть может раз в год. Представьте себе всю совокупность людей, с которыми вы взаимодействуете, включив в нее множество тех, на кого вы могли повлиять, сами о том не подозревая, и вы, возможно, яснее поймете, вероятные источники многих иррациональных сигналов, воздействующих на вас в каждый отдельно взятый момент. Качество сигнала, видимо, широко варьирует и зависит главным образом от степени интенсивности эмоции во время его передачи. Чем сильнее эмоция, тем мощнее сигнал, характер содержания, плохое или хорошее, не влияет на качество передачи. Обратное действие осуществляется в точности по той же самой схеме. К тем, о ком вы думаете, от вас идет сигнал, воздействующий на них. Слово думать означает здесь ментальное действие практически целиком бессознательное, в основном эмоциональное и субъективное по своей природе. В тех случаях, когда подобные передачи и прием информации осуществляются сознательно и по собственному желанию, это именуется телепатией. Многое до сих пор не ясно. Верно ли, что во время сна приемы передачи информации на порядок усиливаются? Прекращается ли действие данного эффекта со смертью человека? Распространяется ли он на животных? На каждый полученный результат сотня вопросов без ответов. Тем не менее, начало более широкому подходу к пониманию существа физической жизни положено. Проблема реальность существования второго состояния. Вторым телом обладают многие люди, если не все. По каким-то пока непонятным причинам, посредством него большинство из нас, а может быть даже все, во время сна отделяются от своего физического тела. Память об этом сохраняется лишь в редких случаях, еще реже отделение производится сознательно. Последний вариант наводит на некоторое поразительное предположение. Невозможно представить, чтобы какая бы то ни была экспериментальная способность была уникальной. Если один человек в состоянии по своему желанию отделяться от физического тела, то и среди других ныне живущих должны быть такие, кто способен делать то же самое, возможно, даже более эффективно. Сколько же их? Один на тысячу? На десять тысяч? На сто тысяч? На миллион? Предположим, что свободно и сознательно действовать во втором теле способен лишь один из миллиона. Это значит, что на данный момент среди нас живет более трех с половиной тысяч людей, владеющих своим вторым телом может быть еще лучше меня. Если их организовать, они могли бы контролировать судьбу человечества. Отсюда вытекает еще один вопрос. Может быть, часть из них уже организована и уже контролирует нашу судьбу? Прежде чем отбросить такое предположение, как абсурдное, вспомним, что мне удалось физически воздействовать на другого человека. Эпизод щипком если подобное под силу одному, то должно быть под силу и другим. Один щипок в нужное время, в нужном месте, в теле одного человека может перевернуть мир. Не требуется много воображения, чтобы представить зажатую пальцами церебральную артерию в мозгу одного из мировых лидеров и как следствие этого апоплексический удар или, напротив, спасительный зажим кровоточащей артерии в мозгу другого. Всего-то и нужна способность и желание. Если и существуют какие-то ограничения, препятствующие осуществлению подобных действий, то мне о них ничего не известно. Кроме того, действуя во втором теле человек может влиять на мысли других людей. Насколько сильные как, пока не ясно. Однако эксперименты показывают, что такое возможно. Подобное воздействие может обернуться расстройством сна, беспричинными навязчивыми идеями, страхами, неврозами или иррациональными поступками. Имеющиеся данные похоже указывают на то, что для того, чтобы сознательно систематически осуществлять такого рода воздействия, требуется всего лишь отточенная техника. Возможно, это уже и делается. Умение владеть вторым телом потенциально влечет за собой столь огромную власть, что прочие средства перед ней бессильны. Люди, обладающие этой властью, вполне могли бы остановить или направить по ложному пути любое серьезное масштабное исследование в этой области знания. Из истории видно, как нечто уже затормозило рост человечества в этом направлении. Поначалу препятствием служила стена невежества, затем наступил черед пелены суеверий, нынче мешает двойной барьер подозрительность со стороны организованной религии и третирование официальной наукой. Правда, использование такой власти возможно, контролируется и управляется одушевленными, разумными или безличными регуляторами, препятствующими неконструктивному вмешательству в данную сферу. Есть некоторые признаки того, что дело по-видимому так и обстоит. Хочется на это надеяться. Допустим, какой-нибудь опытный человек предпримет серьезные исследования второго тела, постепенно и другие освоят предложенную им технику и реальность существования второго тела станет общепризнанной. Что тогда? Во-первых, исчезнет неопределенность в отношении человека к Богу, знание людьми природы и Вселенной обретет ясность. Человек будет уже не просто верить, а знать, что смерть это переход к новому бытию, а не конец существования. В условиях такого знания и широкого опыта религиозные конфликты станут невозможны. Вполне вероятно, что католики, протестанты, иудаисты, индуисты, буддисты и прочие сохранят многие свои индивидуальные черты, зная, что у каждого из них в локале два есть свое место. Всем им станет наконец ясно, что в силу бесконечности множества оттенков бытия это вполне возможно. Все они станут утверждать, именно это мы и пытались все время втолковать вам. Возможно, будут заново открыты молитвенные техники, не столько вера, сколько знания поможет оживить богослужение, освободившись от ошибочных интерпретаций, порожденных субъективно искаженными видениями и или наблюдениями несведущих и малообразованных фанатиков прошлых веков, человек получит возможность последовательно на здоровой основе готовиться к жизни в локале два, на этом пути ему возможно, придется столкнуться с истинными горькими и неутешительными. Традиционное представление о добре и зле, истинном и ложном будут несомненно коренным образом пересмотрены и это болезненно отразится на жизни целого поколения. Серьезные изменения претерпит медицинская практика. Признание возможной взаимосвязи между физическим здоровьем и вторым телом окажет огромное влияние на чисто механические способы диагностирования и лечения. В настоящее время отношение второго тела к физическому в точности не выяснено, но есть много догадок на этот счет. Все новые и новые результаты психосоматической медицинской практики дают дополнительный ключ. С применением точных научных методов исследований в этих областях открываются заманчивые перспективы. Психология и психиатрия под влиянием сведений о втором состоянии быстро изменится до неузнаваемости. Перемены в этой области человеческого знания окажутся еще более глубокими, чем в религии. Прежнее представление о природе неврозов, бессознательного, суперэго, ид, вероятно, будут пересмотрены или даже отброшены. Некоторые предварительные данные позволяют предполагать, что действительные причины психических заболеваний можно будет определять непосредственно вместо того, чтобы диагностировать их логическим путем на основе шатких теорий. Вполне может оказаться, что многие из тех, кого называют шизофрениками, в действительности страдают заболеванием второго тела. Имея представление о втором состоянии, легко понять, что человек, бодрствующий в физическом сознании и одновременно с этим, в силу какого-либо дефекта восприятия или иной неизвестной причины, воспринимающий впечатление из локала-2, просто не в состоянии разобраться в этой двойной реальности. Голоса, столь часто слышимые психобольными, возможно, в самом деле совершенно реальны. Ступор может быть просто следствием отделения второго тела при каких-то необычных условиях, словно хозяин вышел из дома, оставив все бытовые приборы включенными и забыл вернуться. Галлюцинации, преследования у параноиков, по-видимому, представляют собой совершенно реальное вмешательство существ до человеческого уровня из пограничного слоя локала-2 в результате случайного повреждения защитного барьера. С принятием новой концепции общим достоянием станет знание принципов действия самого разума, автоматических систем организма, истинной функции мозга, взаимосвязи сверхсознания, души, духа, высокие состояния сознания, о которых возвещали мистики, философы и прочие испытавшие их, для желающих и способных могут стать обыденностью. Но все перечисленные возможности блекнут перед тем переворотом, который произойдет в повседневной жизни каждого человека в случае, если концепция второго тела станет общепризнанным фактом, прежде всего перестанет быть неразрешимой загадкой сон, на долю которого приходится треть нашей жизни. Возможно, мы по-прежнему будем называть его этим словом, но по крайней мере будем знать, что это такое. Судя по имеющимся ограниченным данным, сон это в первую очередь процесс перезарядки организма. Последнее достигается совершенно автоматически отделением второго тела на различные расстояния от физического. В одном случае оно удаляется лишь на долю дюйма, в других бесконечно далеко по нашим физическим стандартам. Каким образом отделение может выполнять регенерирующую функцию пока не ясно, столь же непонятно почему одни предпринимают дальние путешествия, тогда как другие остаются поблизости от своего физического тела. То, что мы сегодня именуем сновидением, по-видимому имеет два объяснения. Первое. Обычный сон, возможно, представляет собой действия компьютерного типа, выполняемые подсознанием в процессе анализа новой информации. Второе. Бывают яркие переживания, ныне именуемые сновидениями, которые на самом деле могут быть впечатлениями второго тела, полученными им во время путешествия в свободном состоянии. Вероятно, существует множество еще не изученных разнообразных подтипов. Установить это можно лишь изучив проблему. Как бы то ни было чудесная или, напротив, ужасающая часть нашей жизни, именуемая сном, будет понята нами в своем истинном значении. Результатом может стать регулировка нашей потребности в сне. Возможно, два часа из 24 окажется достаточно. Новые исследования может быть откроют, что еще эффективнее спать 5 минут каждый час. Восьмичасовой ночной цикл, видимо, всего лишь привычная реакция на окружающую среду. Изучение второго состояния должно решить эти проблемы. Проблема существования третьей силы Имеется в виду энергия, благодаря которой функционирует второе тело и которое весьма вероятно служит основой мыслительного процесса. Неизвестно, вырабатывается ли эта сила живыми существами или же она представляет собой постоянное поле, каким-то образом модулируемое ими. Как бы то ни было, она обладает некоторыми примечательными характеристиками и явно связана с электричеством и магнетизмом и может быть определена как одна из составляющих циклической триады. Электричество относится к магнетизму, как магнетизм относится к силе Х, как сила Х относится к электричеству. Отсюда и термин третья сила, придуманный отнюдь не мною. Богословское представление о Троице возможно появилось в те давние времена, когда то, о чем я говорю, было общеизвестным, и только впоследствии при устной передаче смысл данного понятия подвергся искажениям. Если взаимодействие с электричеством и магнетизмом в самом деле имеет место, то вполне вероятно, что одна часть триады вызывает вторичный или третичный эффект в двух других. Возможно поэтому, что когда в процессе мышления мы используем эту третью силу, она проявляется также и в электрической и магнитной форме, но только довольно незначительно. Думается, ее действие можно обнаружить и измерить уже существующими приборами. До настоящего времени серьезных систематических исследований в этом направлении не проводилось. Нет данных и в пользу того, что сильное действие электричества, магнетизма или любых сочетаний электромагнитного излучения вызывает появление значительного количества третьей силы, хотя они, по-видимому, и влияют на нее, примерно так же, как она влияет на свет. Эксперименты с единственным известным нам преобразователем человеческим разумом показывают, что сознание настойчиво стремится символически представить третью силу в понятиях электричества и вибрации, в своих усилиях транслировать понятие об этом энергетическом поле. На язык повседневного опыта оно видит и чувствует электропроводники, вспышки, а часто ощущает и самый настоящий физический шок. В одном из описанных выше экспериментов была предпринята попытка отделения и перемещения второго тела в условиях, когда физическое тело находилось в заряженной клетке Фарадея и было полностью окружено сильным электрическим полем, образованным постоянным током. Было установлено, что проникновение второго тела сквозь заряженные стенки невозможно. После отключения же напряжения это удавалось без труда. На ранних этапах экспериментирования попыткам передвижения во втором теле мешало какое-то препятствие, находящееся вверху и образованное переплетением силовых кабелей и проводов, очень похожих на те, которые можно увидеть на улицах многих старых городов и поселков. Одним из факторов, позволяющих увеличить расстояние, на которое можно удалиться от физического тела, является понимание природы этого препятствия и его связи с электромагнитным излучением. Впервые столкнувшись с этими силами, разум интерпретировал их как провода. Как только препятствие было идентифицировано, проходить через него стало довольно просто. В пользу наличия такой связи говорит и приводившийся выше эпизод, в ходе которого второе тело находилось над улицей и перемещалось вдоль магнитного поля над проводами линии высокого напряжения. Затем это было подтверждено физическим осмотром. Всякий раз, когда во втором состоянии приходилось сталкиваться с проявлением третьей силы, она первым делом воспринималась и идентифицировалась как электричество. Проверенного способа измерения или обнаружения третьей силы нет и не будет до тех пор, пока возможность существования этого элемента триединства не будет рассматриваться всерьез. Проблема. Существование Локала-2 Эта реальность настолько грандиозна, что постижение ее недоступно человеческому разуму. И тем не менее, все эксперименты однозначно свидетельствуют о ее существовании. А в Локале-2 нетрудно узнать то, о чем люди мечтали и размышляли на протяжении всей своей истории. В бесчисленных попытках передать непостижимость этого величия понятным нам языком были созданы разные его модели. По данным моего опыта, это воистину может быть как раем, так и адом, как, впрочем, и привычная нам среда, в которой мы живем. Самое же важное, по-видимому, то, что большая часть Локала-2 в действительности не представляет собой ни того, ни другого. Пока что экспериментально не выяснено, попадает ли автоматически каждый человек после смерти в Локал-2. Равным образом нет и данных о том, постоянно ли человеческая личность там находится. Возможно, после того, как мы покидаем Локал-1, здесь теперь, мы, подобно водовороту или вихрю, постепенно теряем энергию и, в конце концов, рассеиваемся в среде Локала-2. Нетрудно понять, что это равнозначно признанию бессмертия в том смысле, что после смерти мы продолжаем жить, но не вечно. Возможно, чем прочнее структура личности, тем больше длится жизнь в этом ином состоянии бытия. Таким образом, жизнь после смерти может быть как реальностью, так и иллюзией. Размеры Локала-2, похоже, безграничны. На сегодняшний день измерить или исчислить каким-либо образом ширину и глубину этого известного неизвестного места не представляется возможным. Перемещение из одной его части в другую происходит молниеносно, и это не позволяет определить их расположение в пространстве относительно друг друга. Насколько удалось установить, связь между Локалом-2 и нашей физической Вселенной отсутствует, хотя они могут и совпадать какими-то своими частями. Ну и, разумеется, наша Земля отнюдь не центр этого нематериального царства. Скорее, наоборот, какая-то очень небольшая его часть окутывает собой наш физический мир и служит для нас входом. На сегодняшний день человеческому сознанию, на мой взгляд, не под силу полностью постичь реальность Локала-2. Это все равно, что требовать от компьютера решить задачу, на которую он не запрограммирован. Наше сознание в его нынешнем состоянии для постижения этого не готово. Сказанное, однако, не значит, что такое сознание не может появиться и не появится. Путем обучения специальным техникам, тем, которые уже существуют, и смысл которых пока непонятен, и тем, что будут разработаны в будущем, сознание можно углубить или расширить настолько, что оно окажется в состоянии признать и принять эту реальность. Вместе с тем я совершенно уверен, что наше подсознание бессознательное суперэго душа, назовите эту нематериальную часть как угодно, в общем и целом знает, а локали два и неплохо с ним знакомы. Поиском ответа на вопрос о том, в какой степени это знание влияет на наше мышление, заняты лучшие философские умы. Многие полагают, что оно определяет наши действия во время бодрствования. Мои эксперименты как будто подтверждают эту точку зрения. Мы хозяева себя, но только не на сознательном уровне. Наши действия в локале два могут сильно влиять на дневные поступки, оставаясь при этом совершенно неведомыми для сознания. Буквально сотни страниц моих дневников заполнены описаниями посещений локала два. Большая часть этого материала пока не поддается переводу на язык понятий локала один. Разумеется, большинство экспериментов связано с той частью этой области, которая сильнее других влечет к себе, автора, подобное притягивает подобное, оставаясь при этом всего лишь фрагментом целого. Проблема наличия противоречия. Как и в животных, да и во всех живых существах, в нас самого момента зачатия закладывается категорический приказ, вытесняющий все прочие инстинкты. Намертво запечатленный в нашем существе, он гласит «выживи». Именно этим импульсом создан тот барьер страха, который необходимо преодолеть, чтобы контролируемое отделение от физического тела стало возможным, ибо внетелесный опыт очень похож на смерть, которую, в свою очередь, можно определить как полное поражение в борьбе за выполнение приказа. Для удовлетворения своего стремления к выживанию мы едим. Мы часто едим инстинктивно, даже в тех случаях, когда нам угрожает что-либо иное, нежели голод, потому что это самый доступный нам способ реагирования на категорический приказ выжить. Подчиняясь этому императиву, мы накапливаем материальные ценности и защищаем их от посягательств. Инстинкт размножения еще одна форма следования приказу. Любая угроза ему автоматически вызывает с его стороны стремление защитить себя и дать отпор. Знакомый всем импульс нападения или бегства есть физическая реакция на приказ выжить, требующий избегнуть смерти любым доступным способом. Противоречие заключается в том, что в основе всех человеческих идеалов, добродетелей и великих деяний лежит отрицание этого императива. Человек, отдающий свой хлеб другому, ценой тяжкого труда и преждевременной смерти, содержащий большую семью, бескорыстно служащий обществу и стране, сознательно подвергающий себя опасности и даже жертвующий своей жизнью ради других, делает правое дело. Таким образом, исполнение правого дела, наиболее почитаемого и по нашим понятиям богоподобного деяния, находится в прямом противоречии с важнейшим приказом, данным богом всей природе. Более того, в усугублении этого противоречия, достижение второго состояния невозможно без подавления или подчинения инстинкта выживания в его наиболее фундаментальных проявлениях. ДНК что-то замкнулось в твоих спиралях. Вслед за этими фундаментальными проблемами, словно пузырьки, поднимающиеся на поверхность из древнейших, покрытых органическими отложениями слоев океанского дна, встают тысячи менее значимых вопросов. Преодолевая слой за слоем напластование заблуждений, они устремляются вверх к свету. Что лучше, спрятать факты под сукно, проигнорировав их, или же приложив все силы попытаться пошире приоткрыть дверь. Во втором случае, я не исключаю такой возможности, 2025 год, какой-то мальчик в локале один нажимает кнопку прибора, очень похожего на портативную рацию, я принимаю сигнал и включаю свое внимание. Привет, сынок, дружески обращаюсь я к нему, и мой пра-пра-правнук, узнав меня, улыбается в ответ. Глоссарий Активизация памяти способ вновь вызвать у себя либо полную релаксацию, либо вибрационное состояние путем вспоминания и переживания сходных состояний в прошлом. Блуждание ума Феномен, часто случающийся во время релаксирования или в момент удерживания. В том и другом случае при совершении обычных процедур мгновенный перерыв в концентрации вдруг обнаруживают, что ум размышляет о совершенно иных вещах, но это нельзя назвать сновидением, и его приходится направлять в нужное русло. Дыхание ртом. Техника дыхания через полу открытый рот с целью усилить вибрационное состояние. Смотри главу шестнадцатую. К-сигнал. Результат сугестивной установки, записанной на аудиопленку. Применяется в целях быстрого и легкого возвращения физическое тело. При необходимости вернуться в качестве мысленного сигнала, даваемого сознательно, используется буква К. Метод вытягивания. Используется для перемещения из одного места в другое, чтобы движение началось, необходимо, сконцентрировав мысль на избранном для посещения пункте, вытянуть или протолкнуть в этом направлении руки и верхнюю часть тела. Чем сильнее усилие вытягивания, тем быстрее движение. Смотри главу семнадцатую. Модель релаксации. Одна из нескольких систем, применяемых для физической релаксации. Момент удерживания. Состояние, когда полная физическая релаксация достигнута, но разум продолжает целиком бодрствовать, названа так потому, что в этот момент приходится удерживаться от засыпания. Подъем из тела. Самый элементарный, но часто и самый трудный способ отделения от физического тела. Техника сводится к тому, что нужно просто подумать о движении вверх и в сторону и отделение произойдет само собой. Поиск вибрации под углом девяносто градусов. Способ, сущность непонятна, вызывание вибрационного состояния. Смотри главу шестнадцатую. Накручивание. Способ вхождения физическое тело с близкого расстояния. Второе тело сначала совмещается с физическим, а затем крутится, словно бревно в воде до надлежащего соединения. Почленная релаксация. Распространенный способ достижения релаксации мысленным обращением каждой части своего тела расслабится одна за другой. Прием вспоминания. Один из способов возвращения и вхождения физическое тело. Прием сексуального центра. Применявшийся на ранних стадиях экспериментов способ стимуляции вибрационного состояния путем перемещения сексуального влечения в другие части тела. Прилив крови. Мгновенное ощущение в самом начале вибрационного состояния будто нечто хлынуло в ум. Раздевание. Техника отделения. Медленно перевернуться, лежа вниз лицом и покинуть физическое тело. Самый простой и эффективный из найденных мною способов. Сверхразум. Мыслительные процессы и часть «я» обычно недоступные разуму и полностью невоспринимаемые им. Смотри главу 14. Техника отчета. Способ достижения полной релаксации с помощью аудиозаписей, зафиксированной на них с сугестивной установкой на релаксирование посредством мысленного счета от 1 до 20. Физическое движение как сигнал к возвращению самый надежный способ быстрого возвращения в физическое тело. При необходимости вернуться обычно бывает достаточно подумать о физическом теле. При необходимости немедленного возвращения ключом служит попытка пошевелить любой частью физического тела, например, пальцем или ногой. 1,20 LQ Техника релаксации, включающая в себя счет от 1 до 20. Конец озвученной книги.